Казанск. Федеральный университет Казанск. Федеральная дата для всего юридического сообщества – это 200-летие со дня рождения выдающегося русского ученого, педагога, основателя первой в России юридической клиники в Казанском императорском университете Дмитрия Ивановича Мэйра. Именно этим двум событиям посвящен ежегодный шестой симпозиум журналов «Вестник гражданского права и гражданского процесса» на тему «Цивилистическое право и процесс. История, современное состояние и перспективы развития». Встречаться на Казанской земле в одном из лучших вузов России – Казанском федеральном университете – для юристов, ученых и практиков становится доброй традицией. И с каждым годом участников становится больше. 230 заявок, 150 участников, более 30 российских и зарубежных вузов, более 10 судов разных инстанций. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, дорогие друзья. Прежде всего, я рад всех вас приветствовать в стенах нашего университета, как только что Белиталгатонов сказал, которому в этом году исполняется 10-15 лет. 2019 год выдался в целом для нашего университета богатым на знаменательные даты. И практически все мероприятия, которые проводятся в стенах нашего университета, они идут под юбилейным грифом. Кроме того, настоящий год объявлен был в Казанском университете и годом Ивана Михайловича Симонова, выдающегося ректора нашего университета с 1846 по 1854 годы. Он работал ректором в этом году, ему исполнилось бы 225 лет со дня рождения. А в январе уже следующего года, 2020, в стране будет отмечаться двухвековой юбилей открытия Антарктиды русской морской экспедиции активным участником, который, и, кстати, единственным ученым на борту был как раз профессор Симон. К важнейшим юбилейным датам, безусловно, как только что было сказано деканом нашего факультета юридического, относятся и двухсотлетие со дня рождения Дмитрия Ивановича, мэра, нашего выдающегося русского цивилиста, основателя отечественной цивилистической школы и казанской юридической школы. Дмитрий Иванович стал первым отечественным профессором, который разработал и впервые начал читать студентам курс абсолютно нового для тех времен русского гражданского права. Мэр подчеркивал, что невозможно изучать теорию гражданского права без разбора казусов, взятых из юридической практики. При этом известно, что университетское сообщество того времени активно дискутировало на предмет роли лекционной формы обучения как единственной возможной. В принципе, эти дискуссии продолжаются и поныне, как вы знаете, кто связан с академическими нашими институтами. Одновременно с этим, дабы показать студентов, как применяется законодательство на практике, профессор Мэр предложил создать при Казанском университете юридическую клинику, где все желающие могли получить правовую консультацию. Эта практика работает и поныне в нашем университете, и по сей день работает юридическая клиника, где все население Казани может получить бесплатно правовую консультацию. И эту же практику мы распространили на наши филиалы, которые расположены в городах Набережной Челны и Елабуга. Кто знает, как повернулась бы судьба еще одного нашего знаменитого студента, Казанского университета позапрошлого века, Льва Николаевича Толстого, если бы профессор Мэр не поручил ему сравнение проекта Екатеринского наказа с духом законов Монтенсье. Эта работа поглотила будущего великого писателя и способствовала, как говорят историки, становлению его оригинального мировоззрения. Празднование юбилея Дмитрия Ивановича Мэра в нашем университете сопровождается рядом мероприятий. Одним из ключевых событий будет вручение первой медали и премии имени Мэра, учрежденный попечительским советом юридического факультета Казанского университета. Возглавляем его воспитанником, ныне мэром столицы нашей республики Ильсур Раисычем Медшиным. А вручать его будет другой наш талантливый выпускник, председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, Ильдар Шавхатич Хариков, который долгое время проработал и на муниципальной, и на государственной службе, в том числе и премьер-министром нашей республики. Уверен, что опыт по возрождению и увековечению памяти выдающегося русского юриста, профессора Казанского университета Дмитрия Ивановича Мэра, явится не только новой вехой в развитии нашей цивилистической школы права, но и еще одним шагом на пути становления Казанского федерального университета в качестве Международного научно-образовательного центра в области юриспруденции. Что для нас особо важно, как для университета, участвующих в проекте, который об выданной жизни называется «5 ТОП-100» в области конкурентноспособности на мировом образовательном пространстве. Я хочу пожелать всем участникам плодотворной работы, жарких дискуссий и наикоротчайших путей решения проблем. И надеюсь, что несмотря на столь насыщенную программу, которая будет проходить в течение двух дней, вы сможете найти время для знакомства с нашим прекрасным городом и его первым университетом. Тем более у нас все музеи в университете, и они открыты. Если кто-то хочет из наших гостей более подробно познакомиться с историей Казанского университета с его сегодняшним днем, то вам могут об этом достаточно хорошо и профессионально рассказать наши музейные работники и те, кто вас будет сопровождать в эти дни. Большое спасибо, что нашли возможность принять участие в этом симпозиуме. Мы приехали, несмотря, наверное, на достаточно такие вот напряженные дни. Спасибо вам большое и дай бог вам удачи. Спасибо, Вячеслав Равкатович. Для приветственного слова приглашается председатель Верховного суда Республики Татарстан, председатель Государственной экзаменационной комиссии юридического факультета Казанского федерального университета Гелазов Ельгис Идрисович. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости и участники симпозиума. Назначение права иметь приложение к жизни, объяснял Дмитрий Иванович Мейер студентам на своих лекциях. Он пояснял, что приложение двоякое – или граждане устраивают свои дела согласно праву, или на основе права разрешают возникающие при столкновении интересов споры. Науке, в связи с чем приходится обращать внимание не только на датклинальную составляющую, не только на то, как написан закон, но и на то, каким образом он будет применяться под влиянием действительности. Следует констатировать, что развитие сферы правотворчества, а за ним и сферы правоприменения происходит постоянно, однако не всегда одинаковыми темпами. Одни этапы характеризуются стабильностью, а другие периоды могут сопровождаться радикальными изменениями, качественным преобразованием правовых реалий, что в конечном итоге может привести к существенной трансформации политической и социально-экономической ситуации в стране. Так, например, когда разрабатывались и принимались первые разделы Гражданского кодекса Российской Федерации, экономические процессы в стране были обусловлены ее переходным состоянием. Следовательно, законы, регулирующие данные общественные отношения, имели временный, не всегда системный характер. В связи с чем результаты правоприменительной деятельности конца прошлого века позволили выявить определенные пробелы в правовом регулировании гражданских правоотношений, которые устранялись нередко судебным толкованием. Совершенствуясь и двигаясь ногу со временем, последующее развитие гражданского и гражданского процессуального законодательства в большей степени стало соответствовать новому уровню развития экономических отношений, в том числе благодаря использованию в российском законодательстве положительного опыта преобразования нормативных правовых актов европейских государств в целях обеспечения стабильности гражданского законодательства России. Несмотря на объем и сложность системной работы, запланированная реформа российского гражданского законодательства в настоящее время активно реализуется. На сегодняшний день наше государство активно подбирается к высшей точке становления преобразованной системы российского права, которая готовилась к коренным изменениям довольно долгое время. Как отмечает Василий Владимирович Ветрянский, со временем для участников имущественного оборота, регулируемого гражданским законодательством, а также судей и иных юристов, применяющих соответствующее законоположение, станет неважно, каким образом указанные законоположения попали в закон. Их будет интересовать, лишь насколько адекватно они регулируют правоотношения. Однако, как известно, без прошлого нет будущего. Анализ истории становления цивилистического права и процесса позволяет правильно определить направление развития, создавать более совершенное законодательство и избегать слабых и ортодоксальных норм. На современном этапе развития законодательства, которому характерны расширение и усложнение споров, процессы интеграции и дифференциации правового регулирования, научные дискуссии являются особо актуальными, поскольку они содействуют переходу правовой доктрины на еще более качественный уровень развития, позволяя устранять вопросы, возникающие в процессе правоприменения. Роль суда и судебной практики прослеживается в повышении эффективного воздействия на процесс создания нормативных правовых актов и в достижении качественных результатов закона творчества. Анализ судебной практики последних лет свидетельствует об активном внедрении судебной системы в свою деятельность новых стандартов, устанавливаемых законодателем. Вместе с тем, основной задачей органов судебной власти на данном этапе является формирование концептуальных подходов использования этих стандартов при отправлении правосудия. Для достижения этой важной задачи необходимо взаимодействие судебной системы и научного сообщества, в частности, в виде проведения таких симпозиумов. В заключение хочу пожелать всем участникам симпозиума конструктивного диалога и плодотворной работы. Спасибо за внимание. С приветственным словом к участникам симпозиума прошу обратиться к научному руководителю юридического факультета Казанского федерального университета доктора юридических наук профессора Тарханова Ильдара Абдулхаковича. Приветствую вас всех. Я хотел присоединиться к словам академика Гафурова Ильдара Абдулхаковича о том, что вы, несмотря на свои личные общественные дела, оставили их на время и приехали сюда, к нам в университет и на юридический факультет. Я думаю, что основная причина прибытия сюда, конечно, личность мейера, урожденного Дитриха Йогана, или как его назвали потом в России, при крещении, Дмитрий Иванович. Для юрфака это, конечно, знаковая фигура Казанского университета, это знаковая фигура, одна из самых знаковых фигур, хотя многие знают о том, что было время, когда наш факультет называли Ленинским, потому что здесь некоторое время учился Владимир Ульянов, который впоследствии стал Лениным. Здесь Ишат Равкадыч упомянул и графа Льва Толстого, который был учеником, непосредственным учеником мейера. Мейер, как педагог великий, увидел в нем стремление к самостоятельной творческой деятельности, и дал ему поручение написать наказ этот. И в заключении Лев Николаевич указал о том, что этот наказ, он дал больше пользы Екатерине, чем России. То есть уже на втором курсе, когда обучался на юрфаке, он умел делать такие блестящие выводы. Я иногда читаю литературу по общей теории права, и там делаются ссылки на этот наказ Льва Николаевича. И говорится в частности о том, что великий Толстой еще тогда-то говорил о том, что никаким он не был невеликим, он был просто студентом второго курса, который умел обобщать. Вот заслуга Дмитрия Ивановича Мейера заключается, как мне кажется, в том, что он был великим реформатором и в науке, и в образовании тоже. Мне кажется, что современная юриспруденция, наука, должна работать не только на то, чтобы обеспечивать интересы властных структур. Без этого не может быть реформаторства, как мне представляется. У нее есть свой предмет, в том числе я говорю о цивилистической науке. Бисмарк в свое время говорил о том, что главное для него захватить территорию, а профессора, который оправдает право на нее, он всегда найдет. Вот мне бы хотелось, чтобы мы не только занимались тем, что обосновывали чье-то право на что-то, но и смотрели еще дальше, следовали примеру Дмитрия Ивановича Мейера. Юридический факультет славен и современными достижениями, научными достижениями в том числе. Может, нам пока далековато до Шашиневича, до Мейера, но мы стремимся к этому, будем стремиться, по крайней мере. Я хотел выразить особую благодарность ректору Казанского университета, Решат Равкадычу Гафурову, по крайней мере, за две вещи. Первое, он постоянно уделяет внимание юридическому образованию и науке, поддерживает юридический факультет, хотя мы не всегда, может быть, выполняем все те его пожелания, советы, указания, но стремимся, по крайней мере, к этому. И второе, это то, что наше подразделение учебное называется юридический факультет, в отличие от многих других структурных подразделений, которые сейчас уже именуются институтами. Вот его понимание этой исторической преемственности, преемственности в преподавании и в известности юрфака, оно оказало на нас такое хорошее влияние. Я думаю, что мы и дальше будем прославлять не только воспитанников юрфака, которых я всех уважаю, но особенно благодарен тем, кто помогает в лице пописательского совета юридическому факультету. Спасибо вам большое за то, что приехали. Желаю вам успешной работы. Спасибо большое. Спасибо, Джорджа. С большим удовольствием хочу пригласить на сцену гостю из Казахстана, судью Мангистаутского областного суда Республики Казахстан, Бакаджанову Гулажар Каенбаевну. Уважаемые участники и гости симпозиума, дамы и господа, для меня, как цивилисту-процессуалисту, большая честь присутствовать на данном симпозиуме, в качестве участника и представлять судейский корпус Республики Казахстан. Хочу выразить огромную благодарность за приглашение от имени председателя областного суда Мангистаутской области Республики Казахстан Даулиева Ержан Кукинула Казанскому федеральному университету в лице ректора и декана юридического факультета. Не могу не отметить тот факт, что в данном случае связывающим звеном между Казахстаном и Россией стала очень хрупкая, но духом сильная девушка по имени Айнур. Айнур Демиева, она является доцентом кафедры гражданского права вашего университета. Именно она заложила фундамент этой встречи, приняв наше приглашение в международную конференцию на тему общей ценности тюркизычных народов, имеющих духовное значение и правовые традиции в современном обществе, организованные Казахстану в апреле месяца текущего года. Справедливая судебная власть является обязательным атрибутом современного правового государства. Первый президент Казахстана Ельбаса Нурсултан Абишевич Назарбаев, основатель современного Казахстана, стоящий у истоков государственности с первых дней независимости нашей страны, уделял особое внимание вопросам судебной системы. В Казахстане произошли кардинальные изменения в судебной системе. Для организации оптимальных условий для судопроизводства по новой модели в судебной системе активно идут процессы модернизации путем внедрения электронного суда. В судах республики работает автоматизированная информационно-аналитическая система Турелек. Цель информационной системы Турелек – обеспечение возможностей срочного получения участниками процесса, нужной информации по делу. В Верховном суде работает ситуационный центр. Центр оснащает и позволяет получить информацию о любых процессуальных действиях по каждому делу. Широкое внедрение передовых IT-технологий в судебную систему повысило мобильность и прозрачность. Правосудие сузило коррупциогенность судопроизводства, упростило возможность защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в суде. Еще один проект у нас внедряемый сейчас в нашей системе – это примирительные процедуры до суда и в суде. Особенность данного проекта состоит в том, что при проведении примирительных процедур в гражданском процессе сторонам в обязательном порядке разъясняется возможность заключения мирового соглашения, партиципативного соглашения с участием адвокатов, а также медиативного соглашения с участием судей-примирителей, медиаторов. Современный судейский корпус Казахстана нацелен на реализацию семи приоритетных задач. Это первое – снизить обвинительный уклон в судах, второе – расширить доступ к касатцу, третье – упростить процедуры, четвертое – повысить активную роль судей в гражданском процессе, пятое – это развивать институт примирения и административное судопроизводство, шестое – повысить качество судебных актов и седьмое – противодействовать коррупции в судах. Идея досудебного примирения обогащается возрождением национальных традиций, когда с любыми бытовыми и иными спорами казахи обращались к самым уважаемым людям, а к сокалам, справедливым людям. Они у нас назывались бии. Сейчас у нас по республике в каждом областном центре созданы советы биев, их возглавляют судьи в отставке. Советы биев гармонично вписались в современные программы и успешно реализуются у нас по республике и показывают реальные результаты. Резюмируя вышеизложенное, хочу сказать, что моя главная цель участия в данном симпозиуме заключается в опыте передовыми знаниями в сфере юриспруденции. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем нам, участникам, а предложенные рекомендации действительно найдут свое применение в практической деятельности. Желаю участникам симпозиума дальнейших плодотворных дискуссий и креативных решений. Позвольте, Лилия Толгатовна, передать в ваш музейный фонд книгу под названием «Наследие веков. Казахский этикет». Я уверена, что данная книга займет особенное место в вашем музее. Спасибо большое. Пожалуйста. Благодарю за внимание. Бигзор Рахмед. Спасибо. Как справедливо отметил Шатраф Катович, уникальность симпозиума 2019 года в учрежденной попечительским советом юридического факультета Казанского федерального университета, председателем которого является мэр города Казани Сурайсыч Медшин, медали и премии имени отца-основателя Казанской цивилистической школы профессора Дмитрия Ивановича Мэйера за выдающиеся достижения и прорывные работы в области гражданского права и процесса. Лауреатами медали и премии имени Дмитрия Ивановича Мэйера по представлению ученого совета юридического факультета Казанского федерального университета стали Крашенинников Павел Владимирович и Челышев Михаил Юрьевич. Позвольте огласить краткую справку о лауреатах. Крашенинников Павел Владимирович, доктор юридических наук, профессор, депутат Государственной Думы, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, являлся одним из создателей системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, был инициатором так называемой дачной амнистии, в которой был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимости. Павел Владимирович Крашенинников принимал активное участие в разработке Гражданского кодекса, Гражданско-процессуального кодекса, Арбитражно-процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Жилищного кодекса Российской Федерации, автор более 200 научных работ в области юриспруденции и соавтор постатейных комментариев к указанным кодексам. Челышев Михаил Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права юридического факультета Казанского федерального университета, Председатель правовой комиссии ученого совета Казанского федерального университета, арбитр спортивного арбитража при торгово-промышленной палате России, член комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, член редакционных советов ряда научных журналов, эксперт комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам, член научно-консультативных советов арбитражного суда Поволжского округа и Верховного суда Татарстана, член экзаменационной комиссии Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Михаил Юрьевич, его жена и сын трагически ушли из жизни 22 августа 2013 года. Медаль и премия вручаются посмертно. Для торжественного вручения медали и премии Попечистского совета юридического факультета Казанского федерального университета имени Дмитрия Ивановича Мэйра приглашается председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, член Попечистского совета юридического факультета Халиков Ильдар Шавкатович. Добрый день, уважаемые участники мероприятия. Я хочу поблагодарить все организаторов и участников за то, что с каждым годом статус этого мероприятия все становится выше. И это обусловлено большим количеством факторов. Я благодарен организаторам за то, что с каждым годом сами выступления, те дискуссии, которые проходят, становятся все более качественными, важными и интересными. Я очень хочу от всех, от нас поблагодарить Павла Владимировича Крашенинникова. Представьте, что человек, который настолько занят, возглавляет важнейший комитет Государственной Думы, через руки которого, через работу которого проходят все важнейшие нормативные документы, включая те, которые сегодня и завтра будут обсуждаться здесь, находит время приезжать к нам, находиться в дискуссии, издавать книги и презентовать их здесь, в этом зале непосредственным практикам. Я хочу поблагодарить всех, кто приехал в Казань, в Татарстан, в Казанский университет. Даже статистика сегодняшнего мероприятия, она уникальная. Более 30 вузов, включая Варшавский университет, Уральский государственный юридический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Московский государственный юридический университет, Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский государственный университет правосудия, Саратовская государственная юридическая академия. На мероприятии в общей сложности участвуют более 50 докторов наук, более 150 кандидатов наук. На мероприятие приехали наши партнеры, наши гости из более чем 10 судов Российской Федерации. Я искренне хочу поблагодарить вас от имени руководства республики. Меня попросил об этом сказать, поручил об этом сказать президент республики Татарстан Рустам Нургалевич Мениханов. Я хочу сказать... Давайте, да, поаплодируемся. Аплодисменты. Помощник и наставник мой, как руководителя регионального отделения Ассоциации юристов России, очень активного участника процесса. Мы ежегодно проводим большие мероприятия, посвященные Дню юриста здесь, в Казани, в Татарстане. И очередное будем проводить 6 декабря, при том в особом федеральном столбусе, можно сказать. Конечно же, я рад, что имею возможность сегодня вручить награду Инне Георгиевне. Я очень сожалею, что Михаила Георгиевича, нашего друга, товарища, Миши нет с нами. Это мой однокурсник тоже. Я его знал, мы вместе учились. Здесь выдающийся, замечательный парень, профессионал, человек, специалист. Но я благодарю ученый совет университета и попечительский совет, что вот сегодня такое решение принято. Это очень важно для многих, для всех поколений юридического факультета Казанского университета, о том, что мы, Мишу, помним и любим. Я хотел бы приступить к вручению награды. Первая медаль и премия имени Дмитрия Ивановича Мэйера за выдающиеся достижения и прорывные работы в области гражданского права и процесса вручается Крашениннику Павлу Владимировичу. Я понимаю, что, судя по повестке, я вас сегодня замучаю. Ну, я, знаете, хотел бы сказать, что, конечно, про Дмитрия Ивановича мы еще скажем. Я просто мне очень, для меня большая честь, что мы с Михаилом эту премию получаем. Я Мишу знал очень хорошо, мы с ним участвовали в подготовке и законопроектов, и вот комментарии вместе писали. Поэтому спасибо. Ну, и там еще предусмотрена премия. Я просто сразу хочу сказать, что есть такой замечательный фонд имени Анжелы Вавиловой. Вот, если вы разрешите, я бы эту премию туда перечислил. Здесь как раз этот фонд, он где присутствует, да, коллеги? Вот, этот фонд занимается лечением онкобольных ребятишек. Поэтому я просто вот передаю вот эту премию в этот фонд. Спасибо большое. Павел Владимирович, да, спасибо. Юридический факультет оказывает помощь и студент юридического факультета через благотворительные акции. Очень тесно сотрудничает с этим фондом. Спасибо огромное. Вторая медаль и премия имени Дмитрия Ивановича Мэйра за выдающиеся достижения и прорывные работы в области гражданского права и процесса вручается семье Михаила Юрьевича Челышева. Прошу подняться на сцену маму Инну Георгиевну Челышеву и дочь Марии Михайловну Челышеву. Аплодисменты. Я хочу сказать спасибо всем. Спасибо университету, спасибо юридическому факультету. Спасибо друзьям, однокурсникам и коллегам. Спасибо за то, что помните Мишу Михаила Юрьевича. И не забывайте нас, помогайте нам. Спасибо вам, это нас очень поддерживает. Спасибо. Триада Крашенинников, Юрфак, Статут – это не только многолетние научные дружеские связи Казанской и Уральской юридических школ, но и издание серии «Учебники Казанского университета», книг «12 апостолов права» и множество других научных трудов. Именно сегодня состоится презентация новой книги Павла Владимировича Крашенинникова, посвященная Дмитрию Ивановичу Мэйру. Спасибо, друзья. Привет всем. Сегодня у меня, как я уже обещал, я вас замучу, но постараюсь все-таки соблюдать регламент, потому что много коллег Людмила Александровна сразу как-то помрачнело. Нет? Что? Вроде выступать собралась тоже. Я постараюсь удержаться во времени, во всяком случае. Я, знаете, что хотел бы сказать, что, конечно, Дмитрий Иванович Мэйр – это, конечно, человек удающийся, как сегодня было сказано, он целиком и полностью связан с Казанией и так далее. Я считаю, что это действительно так. Но для всей России Мэйр – это великий человек, великий ученый, и неспроста его все-таки называют отцом русского гражданского права. И мне кажется, что, конечно, я вот, коллеги знают, здесь присутствуют представители разных школ, и вот с Екатеринбурга, и с Москвы, и коллеги из других великих школ. Я везде говорю всегда, когда рекомендую литературу по гражданскому праву, что Дмитрию Ивановичу надо вот все-таки читать, и тогда вы именно русское гражданское право, а не гражданское законодательство будете знать. А это, как известно, все-таки разные истории. И, конечно, я бы хотел сказать, что право.ру, вот есть такой информисточник, они вот сегодня написали о нашем сегодняшнем событии, и попросили, я разрешил им напечатать. Я думаю, статут с меня много не взыщет денег. Вот, в связи с этим событием, они вот и про мэйера написали эту статью, так что можно уже даже посмотреть, они с утра это сделали. Вот такая у нас была сделка. Вы публикуете, мы, значит, здесь о вас говорим. Поэтому, конечно, это очень важно. Ну, вы знаете, я бы еще, наверное, хотел перед тем, как про Дмитрия Ивановича, я про книжку хотел сказать. Мы, в общем-то, эту книгу собирались сделать немножко раньше, года 3-4 назад. Вы знаете, Владимир Саурсевич Ем, он, к сожалению, ушел от нас в начале прошлого года. Но мы с ним договаривались, и, в принципе, первоначальный проект был очень большой. И там предполагалось три тома первоначально. Ну, в общем, были варианты, что, может быть, мы даже завещание его туда, мэйера, поместим. Ну, в общем, так получилось, что потом вот Владимир Саурсевич Скоропостинск скончался, и немножко этот проект ушел в связи с разными историями и организационными в том числе. Но, тем не менее, вот когда Казанский университет в очередной раз на себя взял роль локомотива в продвижении истории гражданского права, истории права вообще, в том числе Дмитрия Ивановича, конечно, мы вспомнили о том, что эта работа фактически была на 90% подготовлена, и мы, конечно, с удовольствием вот к сегодняшнему событию эту книжку выпустили. И, конечно, 200 лет – это очень серьезно. И я просто хочу напомнить, что он не только написал, но, точнее, он его не написал, это лекции по гражданскому праву Гольмстейн и Витцин, точнее, Витцин тоже выпускник вашего юрфака, уроженец города Перми. Вот, он подготовил, и было очень большое количество изданий, но были другие работы, которые также издавались, и мы часть из них, ну, почти все поместили вот в то издание, которое вам представлено. Хочу напомнить, что Дмитрий Иванович, он прожил очень небольшую жизнь. И он умер, ему еще не было 40 лет, но он был уже и великим профессором, и был уже деканом юрфака. И, конечно, мировую известность он получил уже после смерти, но, в общем-то, ну, вот так у него сложилась жизнь. Он оказался, как у нас всегда в России бывает, в переломный момент. Я вот просто думаю, когда у нас не переломный момент в России, у нас все время переломные моменты. Ну, вот он в очередной переломный момент оказался, когда, собственно говоря, уже Александр ушел, и всю, в общем-то, основную часть жизни он прожил при Николае Первом. Конечно, история сложилась так, что... Я думал, возражения у президиума есть какие-то. Вот, история сложилась так, что при Николае Первом, в общем-то, гуманитарные науки не особо процветали. Очень много уделялось внимания, конечно, техническим историям, очень много внимания уделялось военным. А как-то вот история, философия не особо как-то приветствовалась. И более того, видимо, в связи с тем, что Николай Первый пришел все-таки в 1825 году, это известные декабрьские события, вот, конечно, всячески какие-то... Сейчас это слово не очень популярно, либеральные вещи, они все-таки всячески как-то притеснялись. Но этого нельзя сказать о праве, потому что к праву относились как-то так, видимо, что, ну, пускай ничего страшного, пусть себе работают. И мы знаем, что при Николае Первом как раз получилось так, что Спиранский себя реализовал, потому что первоначально, еще чуть-чуть раньше Михаил Михайлович пытался подготовить гражданское уложение, у него это не получилось. Но, кстати говоря, сейчас уже есть тексты вот этих проектов, еще лет пять назад многие считали, и я в том числе, что их не существует, они уже появились, есть они. Вот, и, конечно, то, что Николай Первый вернул Спиранского из запалы, то, что в итоге даже Михаил Михайлович писал манифест о вхождении на трон Николая Первого, и это, конечно, ну, дало какой-то дополнительный импульс для Михаила Михайловича, для того, чтобы он осуществил, как вот сейчас модно у судей тут же в том числе процесс, он осуществил сплошную кодификацию, не путать с касацией, вот, сплошную кодификацию фактически всех отраслей законодательства, и в том числе небезызвестный том десятый, в котором как раз гражданские законы были и приведены. Ну, и фактически, вот, окончание работы, окончание обучения и окончание дипломной работы, если так можно сказать, Дмитрий Иванович, она как раз совпала с выходом свода законов Российской империи, и фактически, ну, в общем-то, Дмитрий Иванович, учась немножко по-другому законодательству, но усваивая в том числе правую философию, не только российскую, он сумел, ну, в общем-то, воспринимать право, и в том числе свод гражданских законов Российской империи, несколько по-иному, чем это обычно делалось. И этому еще, в том числе, поспособствовало то, что по окончанию в Санкт-Петербурге главного педагогического института, где был факультет права, он отправился на стажировку в Германию, и, в общем-то, в Германии он умудрился даже прослушать курсы, и пообщаться с самого Савиньи и Георга Пухта, или Пухты, не знаю, как правильно склоняется. И, конечно, это также повлияло на него достаточно сильно. И также хочу напомнить, что программы по стажировкам выдающихся выпускников юридических факультетов также были подготовлены в свое время также с Пиранским. На это я тоже хочу обратить внимание. И, конечно же, Савиньи уже в тот момент был известным государственным деятелем. Он тогда уже написал огромное количество работ. Ну и на момент встречи он работал министром юстиции Пруссии. Тем не менее, вот видите, такие люди уделяли внимание, в том числе, молодым ученым, и в том числе из других стран, что, конечно же, достаточно интересно и налагало, естественно, ну, большие обязательства, если так можно сказать. Ну и уж точно большие впечатления были у тех, кто общался. Ну вот, в частности, у Дмитрия Ивановича. И, надо сказать, что, конечно, так получилось, что он был отправлен вот сюда, в Казань. Здесь он работал первоначально. Просто приехал читать лекции, и так получилось, что он приехал в конце сессии. И в конце сессии, ну, фактически, он всем, кто сдавал ему экзамен, он поставил неуд, поскольку знаний фактически никаких не было. И вместо того, чтобы устраивать какие-то разборки и скандалы, он просто сам в виде предложения стал обучать этих ребят. И, в конце концов, в общем-то, все прошло для этого выпуска достаточно неплохо. Он прочитал этот курс заново. Об этом вспоминает, между прочим, действительный член Академии наук императорской, тоже ваш выпускник. Был такой академик Пекарский, известный историк. Вот. И первоначально как-то это было воспринято студентами и преподавателями немножко в штыки. Но впоследствии, в общем-то, ходили не только те, кто обязаны были ходить на чтение курса русского гражданского права, но и те, кто в это время был свободен, кому это было интересно. И, конечно, это было достаточно удивительно. И также хотел сказать, что лекции его все достаточно точно записывали. И он позволял себе, сидя на кафедре, почему-то так было написано, вот, видимо, садился, что ли, я не знаю, он был не очень большого роста. Вот. Он излагал свою лекцию просто непринужденно, как сегодня уже было сказано. Он предлагал вот эти казусы, но тогда это назывался юридический быт. Вот. Он рассказывал про юридический быт, какие отношения складываются, почему и как, в общем-то, какие последствия должны иметь те или иные нормы при проведении, ну, каких-то там судебных или иных юридических разбирательств. Надо сказать, что вот эта сама книга, а у нас, кстати, были там слайды по книге, я не знаю, может, они, их нет? Вот они, вот, сама книга, так, что-то там дальше было, нет? Вот, вот этот как раз наш любимый Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович и Иоганович. Вот. Дальше какие-то там у нас были, вот Николай I, оказывается, тоже есть. Видите, годы правления в Спиранске тоже есть, это так, на всякий случай, кто забыл. Встретите на улице, чтобы, так сказать, понимали, с кем имеете дело. Вот, да, еще Модест Андреевич Корф, просто хочу обратить внимание, Модест Андреевич Корф был, участвовал в подготовке свода законов Российской империи, и он участвовал в подготовке, как я уже сказал, он был личным летописцем как раз Николая I, и он в том числе описывал, вот, саму жизнь, восхождение на трон, у него есть работа, называется «Восхождение на престол императора Николая I», уникальная работа. И как раз он достаточно подробно описывает, как принимался этот свод законов Российской империи, поскольку он был склонен к цивилистике, он, конечно, больше внимания уделяет этому. И вот, давайте следующее, вот хотел, да, это гражданские законы, и следующее посмотрим, ну, конечно, Лев Николаевич Толстой, но после таких выступлений, я просто говорить об этом даже, мне уже третий раз немыслимо, но просто я хочу сказать, кто уже, ну, более-менее взрослый читал «Воскресение» или «Войну и мир», то, наверное, поймет, что, наверное, тот, кто писал, наверное, все-таки к праву имеет очень большое отношение, и, конечно, вот мы тут говорили про дух законов, про римское право, там, конечно, особенно вот в воскресенье, мне кажется, это вообще очень четко, вообще вот просто, я вот прочитал уже достаточно взрослым человеком, и мне кажется, что это просто, ну, рекомендую. Поэтому про Толстого все. Так, следующее, что у нас там идет? Есть? Нету больше? Да, ну вот, конечно, Габриэль Феликсович Шишиневич, безусловно, на что надо обратить внимание, у него есть такая книга «Наука гражданского права» небезвестная, и он как раз говорит о том, что, в общем-то, все, вся наша наука правовая, ее отчет для России достаточно понятен, потому что в основном все исследования начались у нас после издания свода законов в Российской империи. И можно с этим спорить, можно и не спорить, но как раз вот отсчет Габриэль Феликсович Шишиневич отводит от этого, и, конечно, в пример приводит вот этот учебник русского гражданского права Дмитрия Ивановича, и где прямо говорит, что, в общем-то, русское гражданское право профессора Мейера представляет собой произведение, которое русская наука имеет полное основание гордиться. Вся русская наука, а не только правовая. И вот цитата продолжается. Мейер Первый дал полное систематическое изложение русского гражданского права с объяснением, толкованием и обнаруживающей значительную тонкость анализа, столь ценную в цивилисте. Вот это, да, такая хорошая характеристика, на мой взгляд. Ну и, конечно, мы уже говорили о том, что он стал отцом гражданского права Дмитрий Иванович, и, безусловно, мне кажется, на что надо обратить внимание, на то, что Дмитрий Иванович, кроме изложения лекций, он призывал и говорил о том, что нужно студентов, безусловно, допускать к простым гражданам, с тем, чтобы они могли давать юридические консультации. И такие юридические консультации должны быть обязательно под присмотром преподавателя, с тем, чтобы, когда нужно, можно было бы их поправить. И, конечно, вот под его руководством готовили заявления, жалобы, делали советы по защите прав. И, конечно, оно, мне кажется, то, что на сегодняшний день Ассоциация юристов России взяла вот этот пример юридических клиник, это, конечно, достаточно здорово, потому что вот этот барьер после вуза, сразу идти на практику, он здесь, наверное, немножко как-то более, ну, более становится простым, что ли, этот барьер. Что еще хотелось бы обратить внимание? На то, что научная деятельность, в первую очередь, у него одна из первых работ была по поводу крепостных крестьян. Вот, и вот здесь также вот в музее любят рассказывать, как Дмитрий Иванович всегда в лекциях рассказывал, что он был очень, так сказать, сильно против крепостного права, что он даже своих студентов некоторых сподвиг на то, чтобы они отпустили крепостных крестьян. Это, конечно, подтверждается в том числе современниками, и это абсолютная правда. Дальше вот мы поместились здесь, в этом двухтомнике, ну, кроме, естественно, учебника русского гражданского права о праве казны по действующим законодательству, дальше о древнем русском праве залога, я так понимаю, Бронислав Мичелович об этом будет очень много говорить. Дальше, ну, конечно, были у него еще не очень много работ, но еще мы поместили о юридических вымыслах и предположениях, о скрытых и притворных действиях, и вот относительно торгового быта Одессы, Кирилл Иванович, мы поместили вот эту работу, юридические исследования относительно торгового быта Одессы, нет? Поместили, да? Есть, да. Вот это, на мой взгляд, удивительная работа, потому что он в ней обследовал всю Одессу с точки зрения правой, с точки зрения рынков, бирж, всяких вывесок рекламных и так далее, и, конечно, вот, если удастся, время найдете, почитайте, я думаю, потом поймете, что правильно сделали. Ну, и, конечно, хотелось бы несколько слов, сегодня много грустных слов сказать, но, как я уже говорил, еще не было ему сорока, он уехал в Санкт-Петербург, после смерти, кстати, Николая Первого его пригласили в Санкт-Петербург преподавать, но он уже уехал достаточно больным человеком, тогда это называлось чахотка, сейчас туберкулез, ну и, в общем-то, он прочитал совсем немного лекций в Санкт-Петербурге и, в общем-то, скончался, похоронен на Смоленском кладбище и умер в возрасте 36 лет. Вот, коллеги, я, так сказать, с учетом сжатости времени рекламировал книжку, с одной стороны, с другой стороны, эта книжка не для особой продажи, она прямо там написана, что она сделана под сегодняшнюю конференцию, поэтому мне кажется, что если мы изучаем гражданское право, надо начинать, безусловно, с выдающегося казанского педагога и ученого Дмитрия Ивановича Мэйра, ну а затем, если не сложно, возьмите Габриэля Феликсовича Шершеневича, это тоже неплохо, и, по-моему, издательство «Статут» тоже издавало такую книжку, вот, так что, спасибо вам большое, мы еще увидимся сегодня. Спасибо большое, Павел Владимирович, уважаемые коллеги, у каждого из вас есть замечательный подарок, издательство «Статут» и автора избранных трудов Дмитрия Ивановича Мэйра у вас в раздатке. Замечательный подарок. Спасибо. Для презентации проектов издательства «Статут», в том числе совместных с юридическим факультетом Казанского федерального университета, хочется пригласить исполнительного директора издательства «Статут» и большого друга юридического факультета Самойлова Кирилла Ивановича. Доброе утро, уважаемые друзья. Непривычно формат симпозиума, такого камерного мероприятия, в таком вот зале лицезреть. Все-таки мы, так сказать, за 7 лет, за последние привыкли к тому, что это такое вот мероприятие, куда приглашаются процессуалисты, так мы обсуждаем проблемы процесса, журнал Дамир Хамидович, представляемый. А сейчас вот такой вот зал, шикарный. На самом деле, конечно, это все благодаря тому, что в этом году 200 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Муэра. С чего бы я хотел начать, мы совместили в этом году два формата. У нас есть два журнала «Вестник гражданского процесса» и «Вестник гражданского права». Вчера вечером у меня была беседа с ребятами из Ассоциации юристов Татарстана, и они смотрят на программу и спрашивают, а что это за новый журнал такой «Вестник гражданского права». Вот, и на самом деле, немножко симптоматийно, сейчас расскажу в двух словах, про оба журнала. Значит, «Вестник гражданского права» был создан еще до революции, в 1913 году, его выпустил Винавер, и он просуществовал до, собственно говоря, до революции, и потом прекратил свое существование. В 2006 году средства массовой информации с таким названием учредили Евгений Сергеевич Суханов, Александр Волочмаковский и Владимир Сергеевич Е. И, собственно, мы считаем его преемником того дореволюционного издания. Семь лет назад, когда мы создавали с Дамиром журнал «Вестник гражданского процесса», идея была понятная, что это, в принципе, есть старший брат, да и есть паровоз, который должен ехать и вести за собой младшего брата. Мы даже оформление сделали немножко схожее. Именно как бы с этой идеей, чтобы вот есть право, вот есть процесс, и мы это все вот продвигаем в массы. Но были даже, конечно, и косые взгляды со стороны цивилистов, почему вы как бы на такой уровень сразу поднимаетесь. Вот был такой журнал, который всегда все знали и знают. На самом деле сейчас время все расставило по своим местам. И вот прошло семь лет, и во многом старшему брату нужно учиться у младшего. Вот так я сейчас скажу, потому что, конечно, то, как организована работа у Дамира, как организована редакция, как организовано формирование редакционного портфеля, это, конечно, вот образец, я считаю. А то, что у вестника процесса есть симпозиум ежегодный, такого уровня, ни у одного научного журнала в России такого мероприятия больше нет. Это однозначно, и это, конечно, всем тут у Дамир Хамедовича нужно учиться. Ну, тут все понятно, что если у человека душа горит, то и дело его двигается. Правильно, Дамир Хамедович? Вот, значит, и, собственно говоря, почему совмещение этих форматов? Ну, понятно, что мэр писал о цивилистике, и нужно было как-то собрать цивилистов тоже. Все понимают, что такое осень в узловской среде. Уже на много лет расписаны все мероприятия, все конференции, все расписано. И включить куда-то вот даже презентацию, даже такое событие, как двухсотлетие мэра, это очень сложно. И собрать такую аудиторию тоже сложно. И, конечно, у Дамира пришла такая идея объединить под эгидой двух журналов. Ну, может быть, это не совсем правильная идея, но в результате все собрались, и очень приятно здесь видеть весь цвет нашей цивилистической общественности, ну, как и процессуальная тоже, естественно, как всегда. Два слова про мэра. Конечно, у издательства «Статут» для издательства это знаковая фигура совершенно. 23 года назад вышла первая книга в серии классика российской цивилистики. Вот именно это, русско-гражданское право. Тогда она еще была в двух томах. Она была первая, да. Фактически с этой книги началась не только серия классика цивилистики, но и фактически издательства «Статут» в 1997 году. Потом было много книг, было больше 60 книг этой серии. Потом был некоторый спад в плане того, что, ну, не выпускались новые. Мы утратили старые некоторые книги. В прошлом году было принято решение запустить проект «Классика 2.0». И мы это лето провели довольно активно. Мы имели обратную связь через свой сайт, через соцсети, с нашими читателями. Мы получили очень огромное количество предложений на продолжение, на развитие этой серии. И мы вот сейчас осенью ее начинаем воссоздавать и выпускать новые книги. То есть проект «Классика» будет продолжаться. Так, что-то я там хотел еще сказать сейчас. Да, и очень символично, что именно вот в этот момент, когда вот такой для серии момент такой, переходный период, вот случился юбилей Дмитрия Ивановича Мэра, и вышел свет этот двухтомник, про который Павел Владимирович великолепно сказал, все правильно сказал, он давно планировался. Так получилось, что вот он делался с колес, к сожалению, да, опять же, сейчас я хотел бы прежде всего поблагодарить Павел Владимировича за это. Не то, что он был инициатором самой идеи, но не то, что благодаря ему, вот честно сказать, вот все сейчас держат в руках. Вот получилось так, что в середине августа мы встретились, и да, были организационные проблемы, действительно тяжело было лето, но потом этот паровоз поехал быстро, и мы все успели в результате. Вот, также хотел бы поблагодарить, конечно, Юлия Тая, все наши проекты, которые там, некоммерческие, он вот всегда поддерживает. Конечно, вот это огромная благодарность Юлии вот за это, потому что... И, кстати, хотел сказать, что мы, просто про Юлию заговорил, книга Оскара Белова, мы каждый год на симпозиуме презентовали очередные книги серии классика гражданского процесса. В этом году мы тоже подготовили эту книгу, значит, Оскар Белов, точное название прочитаю, чтобы не ошибиться, «Юридические предположения». То есть, это книга о теории правоотношений в гражданском праве, в гражданском процессе. Это впервые такая работа издается у нас. Собственно говоря, мы решили не перегружать это мероприятие, очень много книг там и так в раздатке, и мы лучше отдельно ее представим нашим уважаемым читателям. Она вышла, она вышла, буквально сегодня приехала из типографии. То есть, тоже вышла с поддержкой Юлия, поэтому, конечно, Бартолио для нас это тоже с самого начала статута Бартолио зайдет с нами параллельными курсами. Да, и еще поблагодарю, конечно же, Казанский университет, Илья Толгатну, Бакулин, Дамир Хамидовича за то, что, опять же, за то, что все все-таки получили эту книгу здесь, мы тоже это все сделали, получилось, нам все это спланировать. Тоже все непросто, понимаете, прекрасно, да? Но все тоже у нас получилось. А в связи с мэром, знаете, еще такая аналогия, если позволите. Вот сейчас говорят о возрастном образовании и спорят, какие перспективы у него, что классическое образование, да, лекции, там, фундаментальная наука, либо дистанционное обучение. Куда мы будем двигаться дальше? На самом деле этой проблеме уже довольно много лет. Мы несколько лет назад выпустили книгу «Университетский вопрос в России». И там Евгений Алексеевич Суханов вступительном слове писал, что вот в начале 20 века было две, так скажем, школы, две группы ученых, профессоров, которые обсуждали будущее образование в России. И вот был профессор Санкт-Петербургского университета Петражицкий, вот он говорил, что будут лекции, будет живое общение профессоров со студентами, будет фундаментальная наука. А профессор Одесского университета Казанский, он утверждал, что наоборот, будет практика, и практика будет определять всю остальную науку дальше. При чем тут мэр? А при том, что оба этих ученых ссылались на мэра. Петражицкий говорил, что мэр – это большинствующий ученый, который читал лекции. Он не писал книги, по его лекциям записывали его учебники, его книги. То есть он воспитал целое поколение ученых именно общением. А Казанский говорил, что в работах мэра, наоборот, говорилось, что будущее за практикой. Собственно говоря, к чему я это говорю? Нет, если до сих пор мы обсуждаем этот вопрос, как нам развиваться, значит, имеет место любой метод. Если он успешный, если он приносит результат, он имеет право на жизнь. То есть вопрос в каком-то комплексном подходе. Я уже заканчиваю. Просто к чему я это сказал? Это же тема презентации издательства «Статут». Ну, это так в двух словах. Вот этот фундаментальный подход. Мы выпускаем хорошие книги. То есть учебники у нас есть, монографии, сборники конференций, задачники. Это какие-то просто статьи выходят в журналах. То есть мы, в принципе, работаем, допустим, с кафедрой, с вузом комплексно. То есть мы не только учебники выпускаем, но и как бы всю сопутствующую литературу. Я вчера ехал в аэропорт в Москве, и на МКАДе обогнал маленький грузовичок, и на нем было написано «Учебники Юрайта». Я очень хорошо отношусь к нашему конкуренту, к издательству. Все его знают, естественно. Мы вместе начинали этот бизнес 25 лет назад. Ну вот они, у них свой подход. То есть есть только учебники и ничего больше. И они как бы в эту точку бьют. Наш подход другой, такой как бы фундаментальный, широкий, более обширный подход. Но что получается? Лучшие учебники в России – Павел Владимирович Кошененникова, Борислава Мечеловича Гангала, Геннадий Суханова, Людмила Санновоселова, Владимира Владимировича Яркова. Они все выясняют статут в результате. Вот, поэтому, может быть, наш подход и лучший. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я хотел сказать, что уважаемые авторы, уважаемые авторы, молодые и опытные, мы всех ждем. Мы открыты для сотрудничества со всеми. Пожалуйста, обращайтесь. Всем хорошего дня и хорошей конференции. Спасибо большое. Спасибо огромное, Кирилл Иванович. Спасибо. Уважаемые участники симпозиума, торжественная часть пленарного заседания завершена, и мы приступаем традиционно к пленарным докладам. Четыре доклада сегодня вынесены на пленарное заседание. Уважаемые докладчики, просьба соблюдать регламент до 15 минут. Приглашается Людмила Александровна Новоселова, доктор юридических наук, профессор, председатель суда по интеллектуальным правам. Тема доклада «Объекты гражданских прав. Современные тенденции». Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать на сцене Казанского федерального университета, вуза, который подарил нашей стране выдающихся личностей, которые прославили нашу страну и в творческом плане, и в политическом плане, и приглашение выступить на конференции, которая посвящена юбилею за дня рождения великого ученого российского цивилиста. Мне кажется, это знаковое событие в жизни даже. Это достойно того, чтобы помнить это. Я постараюсь, поскольку регламент у нас небольшой, очень коротко изложить те моменты, которые, с моей точки зрения, требуют осмысления, когда мы говорим об объектах гражданских прав. Наверняка не будет открытием, если я скажу, что основной тенденцией в отношении вот этой категории существует расширение перечня объектов гражданских прав. Я в данном случае ничего нового не говорю. Все прекрасно понимают, что мы каждый виток десятилетия сталкиваемся с появлением все новых и новых объектов. Но в рамках этой тенденции я бы выделила два направления. Одно из них заставило, об одном из них меня заставило задуматься, указание в работе Наталья Ивановича Мэйра, на которое ссылаются очень часто, практически в каждой работе, которая затрагивает вопросы объектов гражданских прав. Это его размышления по поводу права на право, когда он говорит о разделении имуществ на имущества долговые, на имущества наличные, говорит о том, что есть встречающиеся в западной литературе разделения имуществ на телесные и бестелесные, они же отвлеченные имущества. И далее идет его рассуждение о том, что иногда под отвлеченным имуществом понимают не просто действия другого лица, которые подвержены праву, но и права на эти действия. И вот данная точка зрения рассматривается им как неправильная, поскольку выстраивается такая логическая цепочка, что если мы признаем объектом право, собственно, право на действие или право на вещь, то в этом случае само это право тоже является отвлеченным правом. И, следовательно, у нас получается вот такая дурная бесконечность, право на право на вещь, право на право на действие, ну и так далее, как бы у нас вот такая вот выстраивается матрешка. И получается, что вот приобретали право на право, он имеет, собственно, вот то базовое право, которое у него есть. И вот данный пассаж, он, как я уже сказала, повторяется в огромном большинстве работ и в дискуссиях по поводу новых объектов гражданских прав. Вот эта аргументация, она постоянно встречается. То есть многие даже не знают, откуда взялась эта формулировка. И вот я так понимаю, что современные студенты, они не знают, откуда это, но они вот это вот. Но это же у вас право на право. Но если право на право, значит, все, это вообще не может существовать, потому что вот логика, дурная бесконечность возникает. На самом деле, если мы посмотрим на существующие объекты гражданских прав, то мы увидим, что среди этих объектов у нас половина, наверное, из тех, которые прямо даже поименованы в законе, это, собственно, право на право. И специалисты, которые занимаются, особенно финансовым рынком, они понимают, что вот это право на право на право, реально, если как бы разобраться в правовой природе тех инструментов, с которыми работает рынок, ну, это, наверное, 90% рынка, по крайней мере, финансового. То, что у нас есть ценные бумаги, которые, по сути, в себе закрепляют право, но с другим правовым режимом. То, что у нас есть безналичные деньги, которые тоже есть право, но у них другой правовой режим, и, по сути, это тоже право на право такое особое. То, что сейчас у нас законодатель для новой ситуации, которая складывается с появлением новых технических возможностей, вводит конструкцию цифрового права, которое тоже, по сути, есть право на право, это действительно так. То есть создается новый объект, который включает в себя другой объект, и уже вот этот другой, включенный в соответствующий новый объект, вот этот содержательный объект, он начинает обращаться по другим правилам. Это факт, с этим невозможно спорить, что у нас действительно огромное количество таких вторичных объектов. С этой точки зрения, мне кажется, что когда мы выстраиваем систему объектов, то надо иметь именно вот это обстоятельство в том числе в виду, поскольку у нас сейчас во всех практически научных работах, но это отражается в том числе и в статье 128 Гражданского кодекса, у нас они идут в строчку. А строго говоря, они должны идти, наверное, не в строчку, а вот как бы клинышком. Вот у нас в базе ведь все равно всегда лежат либо права на вещи, либо права на чужие действия. Другое дело, что эти права, они могут по-разному закрепляться в различные оболочки и в связи с этим приобретать различный правовой режим. И тогда у нас все, может быть, встанет на свои места, то есть мы перестанем, в общем-то, воспринимать конструкцию право на право, как изначально базово негодящую и нелогичную, а будем понимать, что в данной ситуации такая конструкция получается у нас, даже не потому, что ее юристы придумали. Надо сказать, что вот здесь юристы в основном, они двигаются за оборотом. То есть сначала эта конструкция появляется в обороте, потом юристы пытаются придумать, как это назвать и какой здесь будет более логичный правовой режим для того, чтобы не ограничивать оборот. История свидетельствует о том, что действительно вот эти вторичные объекты, они возникают в связи с потребностью рынка и потребностью оборота. Те же ценные бумаги, все мы знаем, это, в общем, известная история, они возникли для того, чтобы минимизировать риски оборота прав, прежде всего, обязательственных, для того, чтобы обеспечить потребность оборота в юридически обеспеченном и надежном механизме передачи соответствующих прав. То же самое касается и конструкции юридического лица, доли в обществе с ограниченной ответственностью, акции в акционерном обществе. То есть, по сути, это механизм, который позволяет в оборот с наименьшими издержками включать соответствующие объекты. Я вот сейчас сама столкнулась с ситуацией, когда у нас возникает вопрос о необходимости приобретения объекта недвижимости крупного в Москве, и мы с продавцами общаемся, нам продавцы говорят, нет, ну мы можем, конечно, вам продать как объект недвижимости, но вообще-то у нас юрлицо, вот вы можете юрлицо купить, и это будет дешевле, проще переоформить, это будет для нас с меньшими издержками, и дешевле будет вам. Другое дело, что никто не может объяснить, как государственный орган может купить юридическое лицо вместе с объектом недвижимости, на этом у нас переговоры заканчиваются, вот, но в данном случае я этот пример привела только для того, что вот мы берем другую сущность, на нее накладываем конструкцию, которая позволяет нам с использованием другого, более простого и более понятного и объяснимого режима работать соответствующим объектам. Вот это подтверждение просто вот той идеи, что на сегодняшний день у нас идет развитие объектов вглубь, то есть мы на те базовые объекты, с которыми, в общем, всю жизнь мы и сталкиваемся, мы накладываем особый правовой режим, и у нас действительно иногда получается матрешка. В базе там лежит какое-то привычное нам право, требование, право на вещь, но на него накладывается один, второй, третий режим для того, чтобы в конечном итоге получить наиболее удобный механизм включения в оборот. Понятно, что эти режимы в части, конечно, не совпадают, то есть, когда я говорю, что я обладатель права на ценную бумагу, то да, там внутри есть обязательное право, но тем не менее, мое право на ценную бумагу, оно от этого права отличается. Вот это одна тенденция, а вторая тенденция связана с попытками расширения перечня объектов гражданского оборота за счет включения туда объектов, которые, с моей точки зрения, не должны являться объектами присвоения. Эта тема уже другая, эта тема связана с попытками расширения круга объектов интеллектуальных прав, либо того, что близко к объектам интеллектуальных прав. В чем мне видится здесь определенная проблема? Если вы помните, у нас вот эта история была с включением-исключением из статьи 128 в качестве объекта гражданских прав информации. То есть сначала включили в качестве объекта гражданских прав, потом исключили из объекта гражданских прав, причем исключили по понятным причинам, потому что в четвертой части ГК появились такие объекты, как ноу-хау, и такие объекты, как базы данных. То есть это то, что, в принципе, законодатель признал храняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Информация как таковая объектом не является. И это, наверное, правильно. Более того, мне казалось, я так громко говорю, что слышно без микрофона. Более того, это ответ разумный законодателя на попытку коммерциализировать и присвоить то, что не должно принадлежать конкретному лицу. Ведь если мы вдумаемся, что такое информация, по сути, информация, тире, но, может, не совсем там полный аналог, знания. Знания как таковые невозможно присвоить одному человеку. А попытка присвоить и наделить абсолютными правами одного из субъектов ущерб другим, это, в принципе, попытка, которая влечет. А, социальную напряженность, Б, препятствует развитию науки, С, это препятствует развитию просвещения, в принципе, в обществе. И вот сейчас мы видим, что действительно, вот это постоянно обсуждаемая проблема. А давайте мы данные сделаем объектом, давайте мы информацию сделаем объектом. За этим стоит не теоретическая дискуссия, за этим стоит попытка любое знание закрыть и не дать возможность его использовать. Вот мы вчера с Розой Осиной обсуждали в качестве примера такого рода, очень важного для всех, мы просто не задумываемся, потому что действительно очень много вещей, о которых можно подумать. Это результаты генетических экспериментов и работа с геномом. Да, можно патентовать результаты генетических исследований. Во многих странах это делают, там долго был спор, кто там изобрел природу или человек, действительно, чей вклад там был, но в конечном итоге допустили возможность, там, с определенными оговорками, патентования гена. Что это дает для развития науки? Вот в следующий раз, когда возникнет необходимость создания нового результата, который, предположим, даст возможность избавиться от огромного количества наследственных заболеваний, ну я сейчас пытаюсь как бы картину нарисовать, лицо, которое такого рода результат пытается создать, оно не будет возможности его продвигать и предлагать, поскольку будет запатентовано, предположим, какое-то решение, которое охраняет какой-то вариант вмешательства в геном человека. То есть мы тем самым просто перекрываем возможность на достаточно длительный срок создания такого рода объектов. И можно приводить и другие примеры, которые связаны именно с попыткой коммерциализировать знания как таковые, но вот под какими-то красивыми соусами. Вот давайте мы это сделаем объектом интеллектуальных прав, давайте мы это сделаем самостоятельным объектом, так или иначе, это все равно, вот давайте мы это дадим возможность присваивать конкретному лицу. И вот здесь-то как раз, в отличие от нормальной и поддерживаемой вполне мной тенденции углубления объектов, да, вот создание новых оболочек для облегчения оборота. Вот с такого рода попытками, мне кажется, надо юристам все-таки бороться. Потому что иначе мы столкнемся с ситуацией, когда, ну знаете, у меня было в свое время впечатление, такое совсем личное, когда ты, ну, бывший советский человек, приезжаешь в Московскую область, да, вот после длительного промежутка, и ты обнаруживаешь, что там, где были поля-поля-поля, перелески и прочее-прочее, ты видишь заборы, заборы и заборы, и ничего больше ты не видишь. Вот очень мне хотелось бы столкнуться с тем, что вот вы ходите на него знание, и вам хочется вот какой-то результат использовать, а вам говорят, извините, да, уже застолбили, то есть вот это все уже принадлежит конкретному лицу, и еще лучше компании. Ну и в заключении я хотела бы пояснить, что когда я приводила, естественно, цитату из работы Дмитрия Ивановича Мэйра, я вовсе не хотела сказать о том, что он заблуждался, отнюдь нет. Это скорее пример того, что право постоянно развивается, и что классические работы, они нам дают базу для того, чтобы оттолкнуться и идти дальше. На самом деле, это действительно повод для размышлений. И вот работа, которая сейчас представлялась на презентации, мне кажется, это тоже такой огромный источник, богатый для того, чтобы мы задумались над существующей в настоящее время ситуацией. Спасибо вам большое. Спасибо, Алина Александровна. Следующий доклад об эволюции регистрационной системы создания юридических лиц в России представит доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, Института государства и права Российской Академии наук, Габов Андрей Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень сложно после такого блестящего выступления говорить о тех, наверное, более приземленных вещах, о которых я постараюсь в отведенное мне время уложиться. Но, тем не менее, с моей точки зрения, те вопросы, которые мне бы хотелось сосветить, они имеют и очень серьезную сегодня практическую составляющую, и очень серьезную научную составляющую. Когда я говорю о понятии регистрационной системы, я имею в виду ту систему, которая у нас сложилась в последние 25 лет. Эта система, может быть, кратко описана следующим образом, что юридическое лицо считается созданным после завершения процедуры государственной регистрации и внесения соответствующей информации о созданном субъекте права в Единой государственной реестре юридических лиц. Ну, мы за последние годы настолько привыкли к существованию этой системы в том виде, в котором она существует, что, наверное, у некоторых складывается впечатление, у студентов как минимум точно, последних лет, что эта система у нас существовала всегда, со времен, что называется, истории, и дошла, собственно говоря, до наших дней в том виде, в котором она сегодня есть. На самом деле, все ровно наоборот, эта система пережила очень много трансформаций, и, конечно, прежде всего я бы начал, наверное, с слов Дмитрия Ивановича Мэйера на эту тему. Он говорил в своем труде о том, что юридическое лицо есть субъект права только по исключению, и потому всегда нуждается в признании со стороны общественной власти. А вот формулировку дальше он продолжал так. Так, общим правилом должно служить то положение, что юридическая личность, возможно, не иначе, как по признанию общественной власти, поскольку она не имеет действительного бытия. Это не то, что физическое лицо, человек по самой своей природе требует уже признания в себе личности. Очень такая интересная позиция. Я так понимаю, что, судя по той биографии, которую мы знаем, Дмитрий Иванович, это такие отголоски немецких, соответственно, теорий, которые он воспринял в свое время, обучаясь. И надо сказать, что эта позиция, она почти в неизменном виде, вот историки права это хорошо знают, воспроизведена в известном решении Кассационного департамента правительствующего Сената 1880 года. Это, по сути, первое такое определение юридического лица в российском праве, где, собственно, говорилось так, что юридическое лицо есть субъект права, не подходящий под понятие физического лица. И дальше следовала формулировка, которая предопределила те подходы, которые у нас до сих пор в том числе используются. Юридическое лицо возникает искусственно с разрешением надлежащей власти для достижения известных целей. Вот такова была позиция правительствующего Сената. Замечу, что, так, если от этого отходить немножко, у нас вообще, строго говоря, до революции никакого общеимперского определения юридического лица не было, за исключением этого. Но при этом, если мы посмотрим на окраинные законодательства, то, например, в губерниях Оззийских у нас существовало определение, которое было очень близко к кодексу Наполеона, там и наследственные массы признавались юридическим лицом. Очень интересно, это, правда, не сильно обращают внимание, когда говорят, что вот, значит, как до революции относились к юридическим лицам. Так вот, если мы посмотрим исторически, как у нас система регистрационная создавалась. Я буквально коротко здесь пройдусь, потому что вот для первой части это, наверное, будет очень важным, что во второй части я бы ее хотел сделать некоторым образом ругательную, да, а потом перейти к каким-то вот предложениям все-таки, перспективам, которые у нас здесь есть. Ну, если мы коротко посмотрим дореволюционные законодательства, то вот несмотря на эту позицию, которая, опять же, мэйер ее практически создал, на самом деле раньше ничего подобного я не нахожу. И здесь Павел Владимирович совершенно прав, наверное, все русское гражданское право и наука у нас с этих, собственно, с этой, наверное, этих лекций записанных по большей части и произошла. И в этом смысле очень странно, что в дореволюционном праве у нас никакой ясной позиции по созданию юридических лиц, как общего правила, просто не было. В целом, если говорить о ситуации до февраля 2017 года, скорее даже до марта 2017 года, у нас превалировали, скажем так, разрешительный подход превалировал к созданию юридических лиц. Он очень сильно критиковался на эту тему, есть очень серьезные работы по истории права, по, значит, экономической истории страны, я не буду здесь воспроизводить всех авторов. Особенно критиковался этот подход во время Первой мировой войны, вот, когда правительство буквально досаждали обращениями о том, что не пора ли нам отменить сложившуюся систему, когда все у нас акционерные товарищества создаются только с точки зрения разрешения верховной власти. Но вот до февраля 2017 года это не произошло, хотя вот, если мы посмотрим проект гражданского уложения, там проскальзывают моменты определенные в части того, что надо бы нам создать систему торговой записи, торговой записи, которая обладает определенными свойствами, которые, так сказать, свойствами, которые помогают делать оборот более безопасным. Об этом частично писал Август Иванович Каминко, и, наверное, практически все, что у нас до этого момента существовало. В феврале 2017 года, когда временное правительство пришло к власти, этот короткий промежуток у нас обычно принято ругать, но с точки зрения истории права и тех правовых решений, которые были сделаны в этот короткий промежуток, он, с моей точки зрения, недооцененный, совершенно недооцененный. И, кстати говоря, недооцененный с точки зрения системы подходов, вернее, к созданию юридических лиц. Здесь надо сказать, что временное правительство за свой короткий промежуток времени успело урегулировать судебную процедуру создания юридических лиц. Вот это очень интересно. Она у нас просуществовала даже, пережив временное правительство, если смотреть работы и практику, которая у нас была еще в 2019 году, если смотреть советские источники, они отмечали, что вот эти акты 17-го года, майские, значит, мартовские, они все действовали, они все продолжали действовать, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, где шла гражданская война. В целом, если смотреть те документы, которые временное правительство здесь создало, а создало оно что? То, что у нас все юридические лица, по большей части, они создавались через решение окружных судов. И был специальный порядок предусмотрен, причем порядок детальный, порядок очень интересный, с четким определением того, какие у нас основания для отказа, как ведется регистрационное дело, как оно хранится. Надо сказать, что по юридической технике это один из лучших документов, который вот для своей эпохи, да и, собственно говоря, для эпохи, которая наступила потом. Советская власть, да, если вспоминать то, что у нас пошло после октября 17-го года, здесь надо сказать, что периоды истории, их нельзя назвать линейными. Но если опускать детали, деталей там очень много, и говорить о тех подходах, которые существовали к созданию юридических лиц, то надо, конечно, вспомнить два важных момента. Первое, что изначально слово «регистрация», которое советская власть активно использовала, использовалась в основном для разного рода административно-учетных всяких функций, перерегистрации, с точки зрения того, чтобы поставить под контроль какие-то экономические сферы деятельности и так далее. Но вот после уже введения новой экономической политики здесь наблюдаются очень интересные правовые решения, и те, которые были в документах 23-го, последовательно 25-го, 27-го года. Я имею в виду, конечно, попытки создания так называемой торговой регистрации. Здесь не могу не заметить, что когда вот эти декреты соответствующие издавались, это был такой, во-первых, здесь четко проявляется преемственность с документами 17-го года, которые временное правительство делало, и с теми наработками, которые были в рамках проекта гражданского уложения. Если мы посмотрим вот эти положения торговой регистрации, которые были приняты, то мы с вами увидим, что это были очень детальные документы. Что интересно, в них, собственно, впервые прозвучало то, что вот мы только с вами где-то в районе 2015-го года получили в законодательстве, это то, что называется публично-достоверные сведения. Публично-достоверные сведения, и сама торговая регистрация, торговый реестр объявлялся как раз скопищем этих публично-достоверных сведений, из которого оборот, собственно говоря, может черпать сведения о юридическом лице, о его правовом положении, изменении правового положения и так далее. Я здесь не буду долго комментировать эти работы. Хочу только обратить внимание, что, опять же, есть большой блок очень исследований этих лет, который до сих пор не сильно на самом деле известен и не сильно исследован. Это работа Иваницкого, прежде всего, их две эти работы по положению 2025-го года. Очень детально он соответствующие вопросы исследует. Есть еще три автора, с моей точки зрения, которые здесь заслуживают упоминания. Это Шреттер, которого считают основоположником хозяйственного права. Один из Егиазаров, который совсем недавно, тот, который был в 20-е годы. И Вольф. Вот эти авторы, которые, собственно, комментировали необходимость создания торгового реестра в стране. Ну, вся эта система долго не просуществовала, если не обращать на нее долго внимания, должен сказать, что 31-й год у нас базовое отделение, здесь, с точки зрения этапов истории, это введение государственной регистрации. Вот тогда, собственно, появилось это слово. Ну, сначала регистрация, а в положении 40-го года мы уже видим государственную регистрацию юридических лиц, которая что для государства имела? В основном учетные функции, учет тех лиц, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Союза СССР. Ну, 56-й год, вы помните, это отмена государственной регистрации, и вот мы, наконец, подходим к современному этапу, к современному этапу, который у нас начался где-то с 88-го года, потому что первый закон, в котором системно было изложено это положение, это закон о кооперации 88-го года, в котором было написано, что кооператив считается созданным с момента государственной регистрации. Вот когда началась создаваться та современная регистрационная система, Которой мы, собственно говоря, сегодня находимся. Ну, понятно, что если опускать детали очень сложного периода с 88-го где-то по 94-й год, заметим, что это, в общем, такая эпоха экспериментов правотворческих, когда у нас впервые появляются разные правовые решения, разные виды реестров, сделаны попытки создания реестра для налоговых соответствующих нужд, единого государственного реестра и так далее. Ну, этот период, на самом деле, с точки зрения сегодняшней ситуации, он имеет очень большое значение. Вот почему. Дело в том, что именно с 88-го по 94-й год были заложены те основы, которые сегодня и в плюс, и в минус. Ну, я имею в виду что? Прежде всего, это множественность регистрирующих органов. Я имею в виду то, что у нас существует много различных подходов, специальных режимов, которые у нас со временем постоянно только расширяются, расширяются и расширяются. 94-й год, ну, можно смело, конечно, считать базовым для того, чтобы обозначить как создание ядра действующей современной регистрационной системы. Это гражданский кодес, который у нас вступил в силу в декабре 94-го года, я имею в виду соответствующую главу 4-ю, который сказал, что все юридические лица у нас создаются только после государственной регистрации, только в их результате. И все это необходимо у нас учитывать в Едином государственном реестре юридических лиц. Не буду тоже говорить о большом переходном периоде, который был у нас до 2002 года, когда появился закон о государственной регистрации юридических лиц. Замечу, что этот период тоже был достаточно напряженный и связанный с тем, что, несмотря на принятие гражданского кодекса, появилось много специальных законов, которые от этого гражданского кодекса, скажем так, совсем-совсем отошли. И это тоже вещь, с которой мы постоянно сталкиваемся в последние годы, когда у нас, к сожалению, единый акт гражданского законодательства, который вроде бы должен нам давать все руководящие начало, он, к сожалению, у нас существует параллельно с теми специальными режимами, которые вводят специальные законы. 2002-2003 год – это попытка реализовать то, что вот сегодня Павел Владимирович Слова сказал, непопулярная сегодня либеральную модель государственной регистрации. Вот об этом, как раз уже переходя к современным проблемам, немножко следует сказать поподробнее. Что, какую проблему решали в 2002-2003 году? Если говорить о неприменительных юридическим лицах, это понятно создание либеральной модели экономической, в которой, если грубо обозначить, вход в рынок, он должен был быть максимально либеральным. Соответственно, если вы посмотрите первоначальную редакцию закона о государственной регистрации юридических лиц, там всего два формальных основания для отказа. Соответственно, жесткие сроки и жесткий перечень документов. Этот подход был, я бы сказал, он не хаотичным, он был совершенно осмысленным, если вы посмотрите пояснительные записки к соответствующим законопроектам, которые тогда существовали. В свое время это считалось большим достижением, особенно после того, как в 2003 году мы создали систему регистрации по принципу одного окна. Считалось, что это ровно то, что нам необходимо. С 2003 года по 2008 у нас начинается то, что потом получило название «кризис регистрационной системы». И здесь в зале тоже некоторые авторы присутствуют, которые активно критиковали то, что было создано в рамках изменений законодательства 2003 года. С какой точки зрения? Ну, критиковалось то, что формальный подход у нас в законодательстве в части отказа государственной регистрации. Что никто не контролирует, у нас устав не смотрит. Что никто не смотрит у нас и не проверяет, какие сведения вносятся в ЕГРЮ. Ну, отсюда, значит, возникает проблема так называемых фирм-однодневок, недостоверных сведений, по утерянным, украденным паспортам регистрация, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Вся эта история вылилась, как вы знаете и помните, в концепцию. Концепцию развития законодательства о юридических лицах, которая частично вошла у нас в концепцию развития гражданского законодательства 2009 года. В этой концепции, ну, тут не секрет, на самом деле, если внимательно сравнить, что попало в концепцию и посмотреть работы Сергея Васильевича, Сарбаша, который с 2006 года, в общем, там кусками можно просто брать соответствующий раздел, он там, собственно говоря, все эти предложения и статьи практически и написаны. Что концепция нам говорила? Концепция констатировала то, что у нас система находится в кризисе. Именно с точки зрения того, что неправильные органы ведут регистрацию, да, нужны не налоговые органы, а подумать о том, чтобы это делали органы вестиции или суд. Констатировалось, что у нас нет публичной достоверности сведений реестров, и вообще непонятно, для чего этот реестр существует, и никакого единства, ни методологии, ни подходов нет. Констатировалось то, что нам необходимо вернуть проверку достоверности сведений, ну, не в таком жестком, конечно, виде. Обращалось внимание на необходимость единых типовых уставов и целый ряд других положений. Я думаю, что когда создатели этого документа все это писали, они, безусловно, исходили из самых-самых благих пожеланий. Ну, потому что исходили они прежде всего из того, что на рынке должны быть добросовестные участники, и этим добросовестным участникам нечего скрывать от других таких же добросовестных участников. Поэтому, значит, вот мы должны построить такую идеальную регистрационную систему, в которую у нас все участники думают о судьбе оборота и о том, чтобы о них достоверная информация всегда была, так сказать, в онлайн-режиме, как минимум, да, с какой-то задержкой в системе, которую мы называем «Единый государственный реестр юридических лиц». Во что это вылилось? Да, вот я буквально понимаю, что регламент. Во что это у нас вылилось? Какие проблемы? Первая проблема, коллеги, с которой мы наблюдаем последние годы, это, конечно, серьезный дисбаланс частных и публичных интересов в этой системе. Я имею в виду, конечно, то, что у нас происходит после 2015 года, после принятия 67-го ФЗ, закона соответствующего, которым закон о государственной регистрации юридических лиц был дополнен положениями о проверке достоверности сведений, как вносимых, так и внесенных в ЕГРЮ. Нет здесь, конечно, у меня времени детально рассказывать всю эту проблематику, скажу только такую вещь. В результате мы получили очень интересную ситуацию, когда даже сама налоговая в своих разъяснениях, которые, как минимум, в прошлом году издавались, фиксирует, что в целом ряде случаев у нас регистрирующие органы впервые после долгого перерыва стали проверять и спрашивать, а не является ли лицо массовым учредителем, не по массовому ли адресу у нас зарегистрировано соответствующее юридическое лицо, то не массовым ли директором является лицо, которое будет единоличным исполнительным органом и так далее. Замечу, когда вот слово «фирма-однодневка» мы видим в концепции развития гражданского законодательства, достоверность видим, еще раз говорю, наверняка такого эффекта от правовых решений, конечно, не ожидалось. Но эффект очень интересный, потому что мы сегодня, по сути дела, вернулись в ситуации до 2002-2003 года, когда у нас элементы разрешительные абсолютно начинают превалировать при создании юридических лиц, реорганизации в том числе, над теми подходами, которые имели место раньше быть. Я думаю, что вот с этой проблемой нам придется иметь дело очень и очень долго. Я не буду здесь приводить цифры, они в моей статье есть, которая вот в замечательном журнале «Казанском» издана. Хочу только сказать, что начиная вот с 2016 года, почему 16-й там взят, потому что 67-й ФЗ как раз вот начал, значит, зачистку это запустил, у нас где-то по 400-500 тысяч юридических лиц каждый год, значит, из реестра вычищаются за формулировкой о том, что, значит, фирма «Однодневка». При этом у меня вопрос, я, кстати говоря, вот что интересно, суд Поволжского округа, да, один из лидеров в части таких решений, если мы посмотрим решения 2018 года, их огромное количество, в которых, значит, написано, что ООО, там, значит, «Ромашка», да, значит, имеет признаки фирмы «Однодневки», в скобках «Массовый учритель», «Массовый», значит, «Адрес массовой регистрации», «Массовый директор». Вопрос, где, всегда говорю, в каком законе написано, сколько и чего у нас соответствует критерию массовости. Ну и последнее, понимая регламент, нет, к сожалению, времени, обращаю, так сказать, к своей статье, на что хотел бы обратить внимание. У меня такое ощущение, Павел Владимирович, что у нас все-таки назрела необходимость тотальной ревизии законодательства в части государственной регистрации. Я уже говорил, вот, и на предыдущем мероприятии, которое не так давно было гарантовском, о том, что закон невозможно читать. Он давно утратил не то, что системность, он давно утратил, там даже внутренние противоречия существуют между статьями, что с точки зрения права недопустимо, ведь мы же не говорим о частных интересах, да, мы говорим о действиях публичной власти и ее представителей по фиксации определенных юридических факторов и воздействию на соответствующие субъекты экономической деятельности. Потом, мне кажется, что нам абсолютно точно необходима ревизия законодательства в этой части и о некоммерческих организациях, потому что там явно идет пересечение, которое требует такой системной важной работы. Вот, ну, я понимаю, что немножко вышел за регламент, вот, коллеги, замечательный журнал, ученые записки, да, Казанского университета, где коллеги позволили мне соответствующие проблемы изложить, поэтому с удовольствием вас примем. Своими мыслями о человеке, опередившем свое время, мне хотелось бы пригласить сюда поделиться доктора юридических наук, профессора Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина Александра Тимофеевича Боннера. Уважаемые коллеги, как быть, что делать? Заявленная тема в значительной степени, как сейчас принято говорить, озвучена предыдущими ораторами. Вот, пользуясь присутствием здесь уважаемой Людмила Александровна Новоселова, хочу попытаться застолбить с собой вновь изобретенный термин. Есть традиционный термин «докладчик», а вот можно термин вести «супердокладчик». В данном случае Солерова у нас, уважаемый Павел Владимирович Кашвининников. И моя задача, с одной стороны, усложню, с другой стороны, стала значительно более легкой. Я постараюсь на нескольких моментах остановиться, которые не были освящены, и поделиться соображениями об отдельных работах профессора Дмитрия Ивановича Мейера. Вот во втором томе есть интересная работа, которая называется «Торговый быт Одессы». Торговый быт Одессы – это нечто совершенно уникальное. Но интересен и не только торговый быт Одессы. Интересен был и торговый быт бывшего Советского Союза, и торговый быт нынешней Российской Федерации. То есть, вот картинка с выставки. В 70-е годы ваш покорный слуга заседает в составе госэкзаменационной комиссии на Краснодарском факультете в ЮЗИ. Председатель комиссии, профессор Московского государственного университета, специалист в области уголовного права. Студент плавает по вопросу очень несложному. Спекуляция. Был такой состав преступления. Сейчас называется как предпринимательская деятельность. Значит, профессор пытается помочь студенту и говорит, ну вот разрешите такую ситуацию. Обычно в Москве очень плохо с цветами накануне дня 8 марта. А тут навезли цветов безумное количество. Гражданин закупил большое количество цветов, прибыл в Москву, продать не может. Как быть? Что делать? Ожидаемая ответственность это покушение на спекуляцию. Как быть? Что делать? Вопрошает славный сын Кавказа. Не медленно садиться в самолет, а лететь в другой город. Ну, если перейти все-таки на серьезную стезю, то нужно сказать, что мы знаем славные имена наших советских и нынешних российских цивилистов. Мы ссылаемся на их труды, цитируем. Законодатель, как только что сказал Андрей Владимирович, порой тоже цитирует, переписывает их правильные научные разработки. Но благодаря чему это все произошло? Почему мы можем гордиться состоянием российской науки гражданского права? Это произошло в силу многих причин, и одна из них лежит на поверхности. Потому что нашим титанам цивилистики можно было встать, опереться на плечи своих великолепных предшественников. И номером один, там нужно назвать, конечно же, Дмитрия Ивановича Мейера. Он прожил удивительно короткую жизнь, 36 лет. Даже в XIX веке это было не очень много. Но как много он сделал. Если говорить о его биографии, биография очень короткая и стандартная биография преподавателя, профессора императорского университета. В данном случае Казанского университета. Потому что основную часть своей творческой жизни он отдал Казани. Ну, кончил гимназию, кончил юридическое отделение педагогического института. За блестящие результаты получил золотую медаль. И был награжден двухлетней стажировкой за границей. В основном в Германии. В Германии Дмитрий Иванович работал не покладая рук. В неделю он посещал 30 лекций. Подумайте, 30 лекций. И вот напитавшись немецкой теорией права, вернувшись на российскую почву, используя знания теоретической конструкции передовых немецких юристов, и препарируя это применительно к российскому законодательству, он создал то, что позволило называть его отцом российского гражданского права. Значит, Дмитрий Иванович постепенно двигался по всем ступеням карьеры преподавателя императорского университета от исполняющего обязанности адъюнкта до ординарного профессора. И, наконец, последние два года из десяти пребывания в Казани он был избран деканом юридического факультета. Соответственно, он получал прибавление в чинах, потому что преподаватель университета, это чиновник государственный, и последний чин у Дмитрия Ивановича был колледжеского советника, что соответствовало военному, воинскому званию полковника. Значит, сегодня нам была презентована великолепная книга, точнее, не книга, а избранные труды, причем первый огромадный том содержит в себе совершенно необычное сочинение, сочинение которого, наверное, нет другого в российской юридической науке, в мировой юридической науке. Почему? Потому что Дмитрий Иванович никогда не писал это сочинение «Русское гражданское право». Он читал курс лекций. Павел Викторович сказал, что студенты его внимательно слушали и тщательно записывали. Да нет, Павел Викторович, не могли студенты его записывать, точно записывать по одной простой причине. Да, они пытались записывать. Но как только они начинал говорить Дмитрий Иванович, когда лился поток, неудержимый поток яркой юридической мысли, они бросали перья, перья гусиные, да, тогда были, и слушали своего наставника. Вот по этой причине очень сложно было после смерти Дмитрия Ивановича Мейера создать то, что было, в общем, создано. Ну, здесь, значит, поспособствовали этому многие бывшие студенты Дмитрия Ивановича, которые отдали в общий, так сказать, котел свои записи студенческие. И такой был будущий профессор Витцин, который взял на себя труд собрать эти фрагменты, привести их в систему, а позднее человек, не имеющий отношения к Казанскому университету, но очень крупный цивилист Гольмстен, взял на себя труд редактировать эту работу. Около 10 изданий было выпущено только в 19 веке, причем они не механически переиздавались, а каждое новое издание с учетом изменений законодательства, с комментариями, с попытками Гольмстена связать обрывки, обрывки порой записей студентов. Ну, присутствующие в этой аудитории знают, подойти к студенту, который пишет лекцию преподавателю, вы поймете, что где-то он не дослышал, где-то не допонял, где-то не успел записать, ну, вот такой колоссальный труд был создан, и получился курс российского гражданского права. В чем был пионером Дмитрий Иванович? Почему? Я поставил вопрос о том, что Дмитрий Иванович в мире опередил свое время. Как преподавали российское гражданское право и вообще все отрасли правов в соответствующий период, когда он приступил к преподаванию? Излагалось законодательство, и не более того. И когда Мейер попытался экзаменовать студентов, то он отказался от этой идеи, потому что они, в сущности, кроме текста или номеров статей, соответствующих законов, ничего сказать не могли. Он вынужден был прочитать курс, начать читать курс. Сначала это вызывало недопонимание, потому что студенты были не готовы. Но со временем и с учетом литературы, которую давал, ну, тогда еще не профессор, а начинающий преподаватель студентам, в общем, дело пошло, и появился замечательный курс, который до сих пор не утратил свое значение, и появилась плеяда замечательных юристов в Казанском университете. Я хотел бы рискнуть сделать следующее предложение. Но перед этим два слова. Значит, в периоде случаев юридическим лицам, разным предприятиям, организациям, учреждениям присваивают имена выдающихся деятелей, которые так или иначе были связаны с этим учреждением. Я окончил Иркутский государственный университет. В свое время назывался именем Андрея Андреевича Жданова. Это был один из царских сатарапов, который никакого отношения ни к Иркутску, ни к университету не имел. Сейчас Симферопольский аэропорт назвали именем Александра Сергеевича Пушкина. Видимо, он часто пользовался услугами этого аэропорта. Но есть и другие примеры. В течение ряда лет юридическим факультетом Кубанского университета руководил выдающийся юрист, каминалист, профессор Оксан Алексеевич Хмаров. После его кончины факультету присвоено имя профессора Хмарова. Я решаюсь сделать предложение коллективу факультета, юридического факультета, руководству факультета, руководству университета, а не стоит ли подумать о том, что присвоить имя Дмитрия Ивановича Меяля юридическому факультету. Это было бы важным знаком памяти этому великому ученому и в какой-то мере, возможно, подняло бы престиж юридического факультета. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Александр Тимофеевич. Действительно, такие идеи возникают на юридическом факультете, и одна из них была связана с именем не менее знаменитого выпускника Шершеневича Габриэля Феликсовича, поэтому я думаю, что мы подумаем. Спасибо за предложение. И спасибо, я надеюсь, что студенты, которые здесь присутствуют, у которых в три раза меньше лекций в неделю, возьмут себе на заметку, как нужно усердно трудиться для того, чтобы совершенствоваться в профессиональном и личностном плане. С докладом об обеспечении обязательств в работах мэйера и в сегодняшних трендах я приглашаю выступить доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета Бронислава Мячеславовича Гангала. Уважаемые коллеги, я начну несколько... Про обеспечение я не знаю, буду ли я говорить, наверное, буду. Раз заявлена такая тема, наверное, буду. Но сначала несколько вступительных слов. Во-первых, меня чрезвычайно порадовало. Большое спасибо, что пригласили сюда на такое мероприятие. В Казани всегда быть очень здорово. Впервые я был в Казани, когда был еще... Заведовал кафедрой гражданского права Михаил Юрьевич Челышев. И, видимо, именно тогда сложилась какая-то атмосфера, такое желание в Казань поехать. Это не значит, что появилось желание выступать здесь в трибуны, что-то рассказывать с этой кафедрой и прочее. Но, тем не менее, тем не менее, приехать сюда всегда очень приятно. И меня очень порадовало то, что Лилия Толгатовна, уважаемая Лилия Толгатовна сказала, что продолжительность выступления до 15 минут. Не 15 минут, а до 15. Следовательно, будучи человеком более-менее дисциплинированным, я хочу, чтобы Павел Владимирович, как написано в программе, начал в 12. Ну, раз супер-докладчик... Я не хочу обмануть его... Вернее, наши ожидания. Павел Владимирович грозился нам, что он нам надоест сегодня. И пользуясь терминологией Александра Тимофеевича, супер-докладчиком является. Если, конечно, Людмила Александровна запатитует, и чего вы там будете делать? Вот кумовство развели. Выступил один профессор МГУА, обращается ко второму профессору МГУА и говорит, ты как председатель суда по интеллектуальным правам, ты там что-то зарегистрируй мне. Вот москвичи. Москва. 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 Ну, и несколько слов о мэрии в целом. О мэрии я не буду рассказывать, действительно, вот Павел Владимирович в силу органически присущей ему скромности, он не сказал, почему именно он представлял эту книгу, он лишь намеком об этом говорил, потому что Павел Владимирович написал статью, вступительную, потому что собрал много информации. Кстати, Шереметьево носит имя Пушкина. Он, видимо, в Шереметьево больше летал, чем в Симферополь. А Симферополь, он носит имя Айвазовского. Аэропорт в Симферополе. Имя Айвазовского, да. Так вот, говоря о Дмитрии Ивановиче Мэрии, я опять-таки не последую, сожалею, Павел Владимирович, но не последую вашему совету, не буду рассказывать о залоге. Не только много, но и вообще ничего не буду говорить про залог. Я скажу в целом о Мэрии, на мой взгляд, вот то, что говорили о русском гражданском праве, вот этот учебник, чем он замечательный. Дело не в том, как он записывали, не записывали. Суть в том, что, на мой взгляд, что Мэр выставил систему гражданского права, которой мы следуем до сих пор. У нас есть отступление, большую, меньшую сторону, но, в принципе, мы следуем той системе, которую сформулировал Мэр. И именно, вот, я не знаю, насколько, наверное, это принято говорить научное, научное такое достижение его. Но, на самом деле, он преследовал цель, учебную цель, учить. И вот с этой точки зрения, мне, знаете, я вот сейчас сидел и размышлял, слушая докладчиков, хорошие доклады, такие интересные, но, тем не менее, хочется и подумать о чем-нибудь постороннем. Так я вот думал, Мэр сумел выложить, сколько там страниц в этой книге, русское гражданское право? Ну, относительно немного. Относительно немного, и там уложено все гражданское право. Сегодня, у меня там написано, что я должен говорить о Мэре и сегодняшнем дне. Поэтому я в сегодняшний день иду. Сегодняшний день я смотрю учебники по отдельным курсам, по части гражданского права, той или иной, у нас же есть части разные. И эти курсы бывают 4 тома, 3 тома, 5 томов. И вот мне кажется, Мэр весьма лаконично, четко, вот в качестве иллюстрации я пойду к обеспечению. Вот про обеспечение Мэр сказал примерно так. Он говорил, что любое право должно быть обеспечено. И мы сейчас говорим, что любое субъективное право есть мера дозволенного поведения, обеспеченной законом. Любое право должно быть обеспечено. Тем не менее, он говорит, что обязательственные права в сравнении с вечными правами, они обладают некой непрочностью. Следовательно, нужно создавать, искусственно создавать некоторые приемы, которые позволят вот эти права как-то укрепить. Это живет до сих пор, это до сих пор есть в законе. Но, в отличие от Мэра, который очень четко, очень последовательно изложил это, очень кратко, у нас сегодня, вы знаете, у нас сегодня все усложняется, усложняется, усложняется законодательство в том числе. И, с одной стороны, вроде хочется присоединиться к тому, что говорил Андрей Владимирович про ревизию и так далее. Хотя иногда появляется прямо противоположное желание. Иногда так и хочется сказать, Павел Владимирович, вот я пользуюсь вашим приемом, Андрей Владимирович, так и хочется сказать, может, не надо пока принимать ничего нового? Дайте прочитать все то, что уже написано, осмыслить. Нет, если мы говорим, я серьезно говорю, если мы говорим об обеспечении обязательств, то я смотрю, вот создали мы какую-то систему, вот с 1994 года, система обеспечения, и вот она меняется, 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 сколько можно менять? И это, причем, мне кажется, что то, что это постоянно меняется, это свидетельствует о том, что либо мы что-то непродуманное понесли в закон, либо мы вообще зря это понесли, раз это постоянно меняется. Но в качестве примера, который вот так, от балды приведу пример, в 2016 году мы ввели нотариальную форму сделок с долей в праве собственности на недвижимость. Мы ввели эту нотариальную форму. В 2019 году мы отчасти отменяем это, в том числе, если вносится это в залог банку, то не нужна нотариальная форма. Вот есть все остальные и есть банки. Вот банк, это мощно, банку не надо нотариальную форму. Почему? В чем логика? Логика оправдывается. Это приведет к сокращению затрат на сделку, во-первых. Во-вторых, это будет быстрее. Следуя этой логике, надо отменить вообще все формы. Вообще все формы надо отменить. Вот Людмила Александровна, сравнительно недавно, она начиталась, напомните, Гамбарова. Людмила Александровна начиталась Гамбарова и говорит, что есть бесформенные сделки. Может нам тогда вообще все формы убрать? Может нам не надо никаких форм? Или, допустим, вот мы убрали нотариальную форму сделок для договора ипотеки. Вот мы убрали это, и граждане остались один на один с банком. Это же понятно, он приходит в банк, ему распечатали этот многостраничный договор, поставили галочки, где надо расписаться, если ему дают кредит, конечно. Поставили галочки, он ничего в этом не понимает, то, что там написано. Если даже он придет с высококвалифицированным юристом, который закончив Казанский, Приволжский федеральный университет, то в этом случае это ничего не поможет. Этот юрист почитает, да никто не даст ему читать, никто не будет консультироваться, никто не будет носить изменения. Никто человеку ничего не объяснит. Нотариус же, он сидит, он опасается, может прилететь с той стороны, может прилететь с другой стороны. И если, предположим, он удоставил договор, и человек что-то не понял, он затем придет, и он скажет, я не разобрался с этим, то вполне возможно привлечение нотариуса к ответственности. Можно привлечь к ответственности. Другое дело, что нотариусы это уже понимают, если все-таки к ним приходят. Я, мне недавно нотариус рассказывала, довольная такая, говорит, я не зря потратила деньги на вот эту видеосистему видимого наблюдения в нотариальной конторе. Пришел, говорит, мужик, давай кричать, что вы мне ничего не объяснили, вы мне ничего не объяснили. Я, говорит, поискала, посмотрела номер, я поискала эту дату, я включила, воспроизвела, где вот эту консультацию. Мужик плюнул и ушел. Он не извинялся, но претензии у него испарились. Мне кажется, это очень здорово. Еще, говоря о сегодняшнем дне, вот это усложнение всего и вся, ну, про залог, раз уж про залог Павел Владимирович говорил, надо что-то сказать. Про залог, вот был просто залог, появилась ипотека. Причем я как-то сталкивался с ситуацией, когда юристы в зале были, юристы, которые, я говорил про залог много-много-много, тогда много говорил про залог. Мне сказали, ладно, хватит, мы про залог все поняли, расскажите про ипотеку. Ну ладно, появилась ипотека. Появился залог в ломбарде. Появился залог денежных средств на счете. Появился залог доли в уставном капитале, и мы все усложняем, усложняем, усложняем. И, наверное, нам приходится это делать, потому что мышление нашего юриста, оно достаточно конкретное. Нам надо посмотреть, где написано. Нам, вот мы, в суде, где это написано? Вот юрист, очень часто у нас юрист мыслит именно таким образом. И, наверное, в заключении я скажу еще о боли, которые есть, что ли, в душе. Я вчера летел в самолете, и мне товарищ, не буду называть его, дабы не компрометировать, мне товарищ дал почитать не его, не он это написал, там размышлизмы отечественного ученого, весьма известного цивилиста, доктора юридических наук, который говорит о том, что смотрел вот литературу советского периода. Ну такой мрак, такой мрак, такое безобразие. Он упоминает фамилию советского ученого, очень известного советского ученого. Вот его прочитал, вот типа вот руки опускаются. Вот то ли дело писали Мэйр, Шишиневич в начале 20 века, как здорово писали, как красиво, слава Богу. На мой взгляд, это очень здорово, что у нас был Мэйр, что у нас был Шишиневич, что у нас был Покровский, что у нас был Петрожицкий и многие-многие другие. Но также очень здорово, что у нас были Красавчиков, у нас были Иоффа, у нас был Басин, у нас был Грибанов, у нас была советская правовая наука. И вот как Александр Тимофеевич говорил, что вот титаны опирались на НТУ, именно так, именно так. Но советская наука, она была, есть и, наверное, будет. Это только Людмила Александровна размышляла здесь, как бывший советский человек. Я как-то слышал от врачей, они говорили, что бывших алкоголиков не убывает, бывают закодированные. Бывают закодированные. Так вот, если мы учились советскому праву, это не значит, что этого надо стыдиться. Потому что в советский период, ну нельзя было сослаться на Шишиневича, нельзя было сослаться на работу Мэйра. Но идеи их, они жили, они жили в советское время, и они живут сегодня. Спасибо большое. Спасибо огромное, Бронислав Мячеславович, за блестящее выступление и за соблюдение регламента. Уважаемые участники симпозиума, завершает первую часть пленарного заседания, презентация новой книги Павла Владимировича Крашенинникова, которая продолжает серию книг, посвященных советскому праву отдельных периодов. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Тут такие были докладчики, все супер докладчики, ну как, или мега. Я не знаю, как сказать. Ну вот тоже, вот Андрей Владимирович рассказывал про регистрацию юридических лиц. Вы же помните, мы пытались сделать, ну в начале 51-й статьи Гражданского кодекса, а потом у нас налоговая, так сказать, все это изъяло. Ну вот, когда мы еще занимались, мы всякие казусы, конечно, описывали, и архивы всякие поднимали, но на тот момент даже не архивы. Вот в городе Екатеринбурге, мне очень понравилось, было у нас очень много всяких примеров, но был такой потребительский кооператив, обращаю внимание, потребительский кооператив. цели создания забой скота, а название вдохновения, понимаете? Вот, поэтому у нас там было много историй, московская история, это было «Товарищество с ограниченной ответственностью Битлз», цель – обучение художественному свисту, ну и так далее, понимаете? А, в Екатеринбурге тоже, да, извините, опять вот выживете, надо было хотя бы «Казань» сказать, да? Ладно, извините. Да, ну все-таки у нас лекция, презентация книги, спасибо большое. И я, конечно, моя задача – не рассказать всю книгу, упаси Господь. Я думаю, что моя задача – заинтересовать темой вот этой самой книги. Книга посвящена очеркам «Государство и праве» 1939 и 1961 года. У нас там вот были три книжки, красивые, да, вот три книжки. Я просто хочу сказать, что я продолжаю исследование истории «Государство и право» на нашей отечественной. Вот сегодня упоминалась работа «12 апостолов права», мы ее здесь очень хорошо презентовали, там очень широко была представлена, безусловно, Казанская школа наша. Вот, кстати, так, хороший тираж, и даже вышло на английском языке, не без проблем, но вышло, вот, сейчас продается везде. Так что, ну вот, что касается последовательности, вот «Серебряный век права» – это как раз где-то, начиная с 1870 года до 1917 года. Здесь я, собственно, как и в других работах, искажу из того, что право все-таки то, что это часть культуры, не какая-то там надстройка или еще чего-то. Вот здесь я обосновываю, что право – это элемент культуры, и, собственно говоря, на этом, собственно, и работа у меня и основывается на том, что был «Серебряный век культуры», и, соответственно, юристы такие же были люди, очень культурные, очень талантливые, неизолированные, они общались, тот же Ширшиневич, своего сына, известного поэта, с Брюсовым, тоже с известным поэтом, познакомил и так далее, и так далее. И, в общем-то, здесь вот это «Серебряный век права» – у меня как раз история вот того момента, что происходило в мире и в России. И, соответственно, следующее – это вот как раз тут видно, а то у меня цвет не видно. Красненькая такая книжка, называется «Страсти по праву». Мы ее тоже здесь презентовали. Вот она известная книжка, во всяком случае, для меня. Вот, и хочу сказать, что здесь 17-й, 38-й год. Почему 17-й? Потому что революция, ну или как можно по-другому назвать. И 38-й, 38-й год – это известная история, когда Андрей Януаревич Вышинский провел конференцию по праву всесоюзную, где он точки над «и» расставил. И если, скажем, вот в тот период, который я назвал «Серебряный век», и вот этот по 38-й год, у нас были разные точки зрения, разные толкования и права, и государства, были разные подходы, то после известного вот этого совещания в Академии наук под предводительством Вышинского все эти подходы вылились в один, государственный подход по поводу воли господствующего класса и возведенную в закон. И, собственно, у нас позитивистское такое течение, позитивистское направление права, в общем-то, возобладало. А с теми гражданами, которые, ну, притворяли другую точку зрения, их либо расстреляли, либо, как Гойборг, он здесь, да, в Казанской психиатрической больнице некоторое время, несколько лет провел. Поэтому вот это... Почему она такая красная, понятно, красное знамя, кровь, ну и, наверное, красный сигнал светофора, как бы мы ни восхваляли, так сказать, советское право, оно действительно часть нашего права, но был вот этот период тоже, нам надо его не нужно забывать. Вот, поэтому это вот 17-й, 38-й, и вот переходя непосредственно к той книжке, которую я предлагаю, к той теме, о которой я говорю, это уже 39-й, 61-й год, и обращаю внимание на то, что... Ну, почему 39-й, понятно, 38-й год прошел, определились, что такое право, причем это право, вот это определение, оно стало проецироваться на все отрасли, естественно, и впоследствии, ну вот, 39-й год, 61-й, это... Я первоначально думал, наверное, надо остановиться на смерти Иосифа Виссарионовича, но потом все-таки очевидно, что со смертью сталинизм не ушел, мы знаем, как, так сказать, в дальнейшем развивалось наше право и наше право хранения, поэтому я вот здесь ограничился 61-м годом, вы знаете, что вынос Сталина произошел в 61-м году, во время 22-го съезда, поэтому, ну вот такой хронологический период, который вмещает в себя очень много, во-первых, предвоенный период, тут где-то структура у нас была, я просто... Ребята мою книжку не читали, они им просто дали, да, слайды прислали, спасибо вам, что вы это, кстати... Вот, вот здесь вот такая структура, да, у меня здесь тоже есть, вот здесь связано... Ну, давайте так, следующую тоже покажите. Ну, в общем, как и предыдущая работа, у меня разделено на три части. Первая часть – это вопросы государственного устройства, вопросы государства. Вторая часть посвящена именно гражданам, это не глава, а часть, именно гражданам, которые занимались правом, креативно занимались те наши коллеги-юристы, которые не только были в науке и достигли великих вершин, но и те, которые участвовали и принимали участие в государственных решениях. Вот здесь можно следующее, да? Да, вот, да, так, давайте дальше. Так, это вот главы. И вот, да, значит, и остановимся на Андрея Януарьевича. И, соответственно, третья часть – это уже отрасли права, непосредственно, ну, по которым тоже я посчитал возможным дать некоторый анализ, показать, как оно развивалось в это самое предвоенное, военное время и послевоенное до 1961 года. На что бы я хотел обратить внимание? Ну, во-первых, структура вот примерно такая, из трех больших блоков, состоит, еще раз хочу сказать, государство и право в широком смысле, включая вопросы Конституции, включая вопросы, кстати говоря, вот эта знаменитая Конституция 1936 года, она после войны очень сильно претерпела изменения, и не только за счет приобретения новых территорий, но и за счет изменения государственного устройства, изменения компетенции союза и союзных республик. Ну, и третья часть по отраслям, это, конечно, у нас, можно вот последние главы дать? Последние главы. Это у нас здесь модернизация советского права, здесь у нас, конечно, уголовная политика, это у нас, да, седьмая глава. Вот, дальше у нас, я назвал главу восьмую, блеск и нищета социалистической экономики, гражданское право и гражданский процесс. Специально отдал, девятую главу, пожалуйста, специально отдал советское колхозное право, и на самом деле, конечно, я думаю, у молодых людей это вызовет улыбку, но в то время это была одна из ключевых отраслей права, и всего два акта называли сталинскими, это сталинскую конституцию и сталинский устав сельхозартелей. Это почти официальное наименование, которое прям Сталину в лицо говорили, говорили, что вот ваш устав и так далее. Вот. Дальше у нас идет трудовое право, конечно же, и, ну, как без родного, это семья, ну, семейное и жилищное право, здесь тоже. Как обычно, вот в предыдущих работах я, безусловно, уделяю внимание и тексту, стараюсь, ну, я вообще с текстами работаю и с точки зрения законов, с точки зрения заключений. Мы вот с Ольгой Александровной работаем, спасибо, что приехала из Госдумы, бросила Госдуму на произвол судьбы, можно сказать. Вот, и, конечно, для меня очень важно, чтобы текст был вполне себе читаемый, как у нас получается в Госдуме, это другой вопрос, но я лично, когда за своим авторством выдаю, я, конечно, стараюсь к этому тексту относиться очень щепетильно. Плюс, как бы вводные, я даю эпиграфы к каждой главе и, соответственно, это как бы внедряет наш в этот текст. Теперь, я думаю, что если будут вопросы, я, конечно, постараюсь ответить, с учетом, очень, так сказать, строгого модератора нашего сегодняшнего. Это у нас очень хорошо со временем, так что... Да, я, видите, тороплюсь. Но, тем не менее, я хотел бы обратить внимание на вопросы, связанные с главой, которую я назвал главу шестую, это регулировщики дороги к коммунизму. Вот, да, да, давайте мы по очереди пойдем. Я не хочу, наверное, всех, о всех не буду говорить, но хочу сказать, что, вот еще раз, вот этот тезис, что здесь представлены лица, которые являлись безусловно выдающимися учеными, чрезвычайно образованными, они очень сильно влияли на принятие решений. Здесь есть разные граждане, есть граждане, которые, безусловно, нанесли огромный системный вред не только нашей стране, но есть и те люди, которые вытаскивали нашу страну и вытаскивали наше право, и благодаря которым мы все-таки вот как было сказано по поводу плеч, там и так далее, кто на чем стоит. Ну, про Вышинского, наверное, достаточно много сказано, и в предыдущей работе я о нем писал достаточно много, но вот в этот период надо обратить внимание на то, что он уже перешел из прокуратуры, он уже работал на скорее дипломатическом поприще, как Вы знаете, была у него достаточно уникальная ситуация, он был первым заместителем наркома иностранных дел и одновременно был заместителем председателя самонаркома. Такая уникальная ситуация, когда человек одновременно был заместителем конкретного ведомства и заместителем председателя правительства по-нашему. Но при этом конечно вот тот опыт юридический он не пропал даром и надо сказать, что он вот то, что из положительных моментов это то, что он участвовал в организации Люрнбергского процесса и конечно вот то, как проходил процесс, это в том числе организация ложилась на нем естественно от российской стороны. Там у нас следующее идет да, кстати, Вышинский в некоторых работах написано, что он застрелился в Нью-Йорке, это все неправда, он умер так сказать самостоятельной смертью. Интересна была история, когда он умер, Хрущев заставил его встречать всех членов политбюро, его там перевозили, была целая история, как его перевозили в Москву. Ну вот таким способом Никита Сергеевич не знал, что с ним делать вообще как с явлением, которое столько знает, в том числе про него, но вот смерть, как говорится, обнулило все истории, все взаимоотношения, поэтому его вот с почестью похоронили. Вот Роман Андреевич Руденко, знаете, да, что был долгое время у нас генеральный прокурор, с точки зрения роста его партийного и профессионального, у него было два патрона, или два шефа, это первый по профессиональной линии, это как раз предыдущий Вышинский, а с точки зрения Украины, где он работал, конечно, был Никита Сергеевич Крущев, вот два человека, которые его двигали, постоянно поддерживали. И надо сказать, что, конечно, у него были свои истории до войны, до того, как он стал прокурором Украины, и самый пик карьеры, безусловно, у него был, это то, что его назначили главным обведителем в Нюрнбергском процессе, и здесь, ну, на мой взгляд, он блестяще справился, и, конечно, вот эти его речи, его выступления, вопросы, они до сих пор изучаются на всех юрфаках во всем мире, поэтому, конечно, здесь это его огромная заслуга. Но поставлен он был на должность генерального прокурора достаточно быстро, в тот момент, когда уже Сталин скончался, и здесь я пишу, как все это происходило, как его вызывали, как ему поручили дело Берии, и здесь как раз я привожу все данные, как все это происходило, и вот удивительная история, те люди, которые с Руденко вместе занимались делом Берии, они были и, соответственно, обвинения предъявляли, они были и в суде, находились вот в качестве народных заседателей его, вот эта группа, ну а лично Роман Андреевич, ему было поручение проследить от начала и до конца весь процесс, что он блестяще сделал, он присутствовал на расстреле Берии, и потом об этом доложил Никите Сергеевичу, о том, что все в порядке, вот, поэтому, ну вот, Роман Андреевич, это скорее человек, у которого было очень много минусов, особенно до Великой Отечественной войны, он участвовал сам в репрессиях, и сам занимался тем, чем занималась наша ну, большевистская правоохранительная система, ну вот, тем не менее, после войны, после того, как после 20-го съезда Роман Андреевич в том числе был один из инициаторов пересмотра дел, и надо сказать, что он вместе с другими коллегами занимался пересмотром дел и занимался реабилитацией. Вот, следующий коллега Анатолий Васильевич, Венедиктов, он родился здесь недалеко, в Башкортостане, вот, но мы знаем, что он долгое время возглавлял факультет юридический в Санкт-Петербурге, и там, вот, если кто-то заходит на факультет, там стоит его огромный такой бюст, и мы знаем, что Анатолий Васильевич, он, у него такая великая книга про право государственной собственности, сейчас почему-то пишут лауреат государственной премии, ну, конечно, государственной, только, ну, еще и сталинской премии, ничего, кстати, страшного-то в этом нет, работать от этого хуже-то не стало, вот, ну, вот, Анатолий Васильевич, мне кажется, что ему повезло, что из Питера столицу перенесли в Москву, потому что он на определенный момент выпал из всей этой истории, связанной с подготовкой актов, но он умудрился поучаствовать в декрете об отмене наследования, потом он умудрился поучаствовать, когда еще в Санкт-Петербурге, в Петрограде находилось правительство, вот, об отмене дарения небезвестный акт, он один из авторов, вот, но тем не менее, когда переехали, он остался там, и, на мой взгляд, науке это просто сильно помогло, потому что вот эти все замечательные работы он написал именно там, здесь дальше у нас идет Строгович Михаил Соломонович, здесь кто есть представитель уголовного права, уголовного процесса, наверное, прекрасно знает, кто это такой, здесь я специально поместил фотографию того периода, у нас, допустим, Генри Маркович Резник, это, наверное, один из немногих учеников, которые, ну, пока еще, так сказать, нам рассказывают, но я поместил эту фотографию, он говорит, ты зачем его таким поместил, вот, когда он еще в военных правоохранительных органах работал, но я говорю, тот момент как раз вот этим и отличался. Дальше, вот, Иван Терентьевич Галяков, я, понимаете, стараюсь здесь писать о них, и они в первом блоке книжки, о них очень много речь ведется, и о тех творениях, которые они сделали, и, соответственно, в третьей тоже. Ну, вот, например, и понятно, что при ситуации, когда началась Великая Отечественная война, собственно, Верховный Совет не собирался, работал Президиумом Верховного Совета, и мы также знаем, что фактически Верховный Суд во многом себе присвоил функцию законодательного органа, и мы знаем, что он фактически творил нормы, и более того, он многим нормам придавал обратную силу, и многие нормы, в том числе уголовного закона, они распространялись совсем не на те действия, которые были указаны, допустим, в том же уголовном кодексе. Ну, и также мы знаем, что Верховный Суд в тот момент как раз Иван Терентьевич и возглавлял Галяков, и, конечно, на это тоже бы я обратил внимание, очень сложный был человек, но впоследствии у него уже после того, как он перестал быть председателем Верховного Суда, на мой взгляд, работы неплохие, в том числе по интеллектуальному праву. Вот. Вот есть тоже Константин Петрович Горшинин следующий. Этот, наверное, человек наиболее известный, потому что фактически после, ну, или во время оттепеля, вот когда начались процессы кодификации, Константин Петрович фактически стал таким локомотивом. Он возглавлял Институт Советского Законодательства и на самом деле вот он не просто был блестящий человек, который занимался трудовым правом, у него просто великолепная работа по кодификации трудового права, но и с его именем связаны вот эти кодификационные работы по гражданскому праву, это основа гражданского законодательства 61-го года ИГК, ну и собственно и остальная кодификация, он в общем такой человек оказался очень уже на закате своей карьеры очень оказался такой склонен к кодификации, хотя также участвовал он до этого и в историях 37-го года и так далее, но тем не менее, кстати, он работал в Казани, Константин Петрович, и конечно недолго, но он здесь был и работал, я бывшему министру юстиции Федорову спросил, я говорю, в курсе, что Константин Петрович ты из Чувашии, он сказал, в курсе, это единственный человек, который, наверное, знал, откуда он родом. Вот, дальше, вот, про следующих я, наверное, больше бы хотел сказать. Вот, полистайте, пожалуйста, их. Вот, да, вот, вот, давайте начнем, наверное, с Черепахина, да, вот, во-первых, вот три, я их выделил в отдельный параграф, Борис Борисович Черепахин, Александр Маркович Винавер и Василий Федорович Глушков. Они, безусловно, все связаны с Казанью, так ведь? Я, собственно, специально опускаю многие вопросы с тем, чтобы все-таки Борис Борисович Черепахин, он, как известно, один из основателей Свердловской цивилистической школы, но также известно, что он закончил Казанский университет, и также известно, что, давайте следующий, что Глушков Василий Федорович также закончил Казанский университет. Нет, это неизвестно. Мы с Дамиром Хамисовичем искали его очень сильно, его разные остатки. Архив про него убрали, потому что человек оказался, по мнению архивистов, неизвестный. Так вот, когда Казанский, он потом переехал в Пермь, из Перми, когда эвакуировали, соответственно, Пермский университет вместе с Колчаком, так нашли только там. Причем, в трудовой книжке у него там, у всех у них все. Вот смотрите, три человека. Глушков, покажите еще Винавера, пожалуйста. Вот, Винавера еще, Александр Маркович. Смотрите, Черепахин Борис Борисович, они закончили все вузы, ну, все, ну, либо перед революцией, либо в самый момент революции. Соответственно, зараженные вот этой цивилистикой, частным правом, и так далее, и так далее, оказались в такой ситуации, когда, ну, в общем-то, им жить долго-то, в общем, не светило совсем, на свободе имеется в виду. Вот, соответственно, все они скитались по нашей стране, передавали какие-то правовые знания, но понимая, что это здесь тоже недолго, они начинали вот мигрировать. Вот смотрите, у нас Борис Борисович Черепахин, жил и работал в Казани, Томске, Иркутске, Перми, Саратове, Свердловске и Ленинграде. В Ленинграде, кстати, он был деканом после Венедиктова. Вот, известный вот человек. Дальше, Глушков, Василий Федорович Глушков, в Казани, Перми, Томске, Саратове. Вот, мы, конечно, гордимся советской школой, право, это здорово, и это правильно, но какой ценой все это происходило. Винавер, Александр Маркович, в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани, Ташкенте, Свердловске. В Ташкенте, как известно, в ссылке. Кого возьмем из них? Так, возьмем Черепахина. Черепахин после Казани уехал в Омск, там его застала революция, там он, его призвали в армию к Колчаку. Соответственно, с такой биографией, как говорит Юрий Кириллович Толстой, понятно, что, значит, это было достаточно сложно ему работать. Толстой, кстати, Юрий Кириллович, которому позавчера было 92 года, он очень с теплотой Бориса Борисовича вспоминает, и понятно, что у него Венедиктов, учитель, ну, руководитель, но Борис Борисович он так же считает. Дальше, конечно, он оказался в Красной Армии инструктором, младшим ассистентом Иркутского Государственного Университета. Все понимают, что человек грамотный, да еще и что-то понимает, какие-то регламенты, процедуры, и, конечно, его отправляют на различные курсы инструкторов, и впоследствии он все-таки начинает заниматься правом. Вот в Иркутске, как известно, был учрежден факультет в тот момент, когда советская власть упразднила юридические факультеты в 2018 году, практически в это же время был создан Иркутский Юрфак, и, соответственно, ну, туда призывали всех коллег, и после того, как Красная Армия пришла туда, Юрфак не ликвидировали, и Борис Борисович там работал. Дальше, как известно, Сибирский институт советского права, он стал номиноваться, и, ну, проработав года 2-3, он переезжает в другие города, о которых я уже сказал. Вот ваш земляк Глушков, получилось так, что он также был после окончания Казанского университета отправлен на стажировку, во время стажировки написал немало работ, но возвращался он в Россию, когда уже была война, и он сам пишет в своей автобиографии, что немецкие власти изъяли все его работы, которые у него были. Винавер это человек, который был секретарем и помощником еще у Сергея Андреевича Муромцева, первого председателя Государственной Думы, и, соответственно, с его кадетским прошлым, когда он приехал сюда в Казань преподавать административное хозяйственное право, его поставили заведующим кафедрой, вот, его, конечно, за это прошлое ему не удалось, несмотря на тоже частые переезды, избежать расправы, он, в общем-то, был осужден и с 1938 года по 1944 год был, в общем-то, в Ташкенте в ссылке, причем в административной. Теперь, что касается, мы знаем, что после того, как Винавер уехал из Казани, эту кафедру кто возглавил? Сергей Никитич Братусь, да, вот тоже, он же тоже здесь работал, да, он тоже отработал, но у него судьба была точно такая же, потому что тут же собрали коллективное собрание по поводу того, что что-то он не то читает, мелкобуржуазное, Сергей Никитич собрал, так сказать, мелкие пожитки и уехал в Ленинград. Вот так, собственно, и жили. Ну, про Сергея Никитича в следующий раз. Вот, и, соответственно, я здесь привожу вот эту историю, которая связывает, наверное, вот эти там все книги, когда Винавер Александр Маркович был помощником и секретарем у Муромцева. Как известно, за выборское воззвание значительную часть депутатов Первой Государственной Думы приговорили к тюрьмам, да, к лишению свободы. Вот. В том числе московских этих ребят приговорили к отсидке в Таганской тюрьме. Так вот, поскольку мест в Таганской тюрьме не было, их заставляли каждое утро значит, спрашивать, есть ли места, чтобы отсидеть. Соответственно, старший Винавер Муромцев и Шершиневич, они собирались у Муромцева в квартире, сидели, пили чай и посылали вот Александра Марковича, он тогда был молодой совсем, говорили, ну-ка ты сбегай в участок, есть ли там значит места. Вот смешно, вот вам, понимаете, правовое государство. Значит, Александр Маркович бежал в участок и мы говорили, сегодня нет мест. Он приходит, говорят, профессора, мест нет. Значит, они говорят, ну что же, у нас по регламенту значит, другие, это все бывшие депутаты, у нас по регламенту другие напитки, они значит, выпивали другие напитки и говорили, вот страна до чего дожила, даже посадить не могут. Понимаете, вот Александр Маркович, винавер, который потом стал этим великим человеком и которого Борис Борисович привожу о том, что как Борис Борисович через Министерство Просвещения вытаскивал, соответственно, Александра Марковича для того, чтобы тот приехал преподавать римское и гражданское право. Вот нам повезло, мне в частности, мы знали и в Екатеринбурге, в Свердловске, мы знали тех наших уже учителей, которые учились у них, вот Мария Яковлевна, допустим, да, Кириллова или Сергей Сергеевич, Алексеев, вот они рассказывали, как преподавали Черепахин и Венавер, и говорили, что раз, значит, лектора начинают читать программу партии, значит, в аудитории сидит контролер, вот, а когда не было, они совершенно свободно рассказывали, что такое гражданское право и, в общем-то, работали так, как положено. Так вот, значит, вот Венавера спас Черепахин, а Черепахина в свое время Глушков в Пермь также вытащил, по-моему, из Саратова, также в связи с тем, что, ну, вот это дело Колчака над ним висело, и вот, вот три человека, которые, ну, на мой взгляд, очень много сделали для гражданского, для вообще отечественного права, и которые спасали наше право, и хотел бы, наверное, вот про Глушкова, я думаю, надо специально сказать, потому что вряд ли это где-то еще звучало, про его работы. Вот, здесь есть некоторые, в том числе, я нашел пермские записки, пермские записки, да, и пермские, из Казанского архива, про его описание, как он жил, как он читал, но мы знаем, что у Черепахина какие самые великие работы, это понятно, что самая великая работа, в 26-м году написано, между прочим, когда уже Ленин сказал, что ничего частного нет, это, конечно, к вопросу о частном и публичном праве, и так далее. Ну, я просто про труды Глушкова, про Черепахина и про Винавера, я думаю, многие знают, вот, труды Глушкова, может быть, найдете, триба, как единица обложения в Римской республике и империи, дальше, возмещение вреда, причиненного животными по римскому праву, это работа 1909-1914 года, 1900, дальше, в период, пермский период жизни, здесь уже есть, советское гражданское право, 1937 год, и где-то в этот же период развития государства и права в Древнем Риме, вот, также хотел бы обратить ваше внимание на вот это, я забыл, какой у меня регламент, во сколько я заканчиваю, да, вот, значит, что также бы хотел обратить внимание на обложку этой книжки, почему она черная, ну, понятно, почему, потому что здесь скорее траур, да, достаточно много, это все-таки военный период, черная, потому что очень много было черного, в том числе в юриспруденции, мобилизационное право, здесь у меня есть глава, о котором говорится, о которой говорится, мобилизационное право, но это не только касалось трудового права, это касалось и уголовного права, и других отраслей права, и, кстати говоря, тогда вопрос о отраслевых каких-то историях вообще не стоял, вернулись немножко к мобилизационному праву, которое было в 1917-1918 ну и также я хотел бы обратить внимание, знаете, вот Андрей Владимирович недавно выпустил книжку о лжекооперативах, и вот у меня здесь есть глава, которая посвящена на самом деле вот и гражданскому праву и процессу, и, конечно, здесь речь идет о социалистической экономике, и здесь в том числе я, честно говоря, сам когда стал узнавать, поднимать архивы, и смотреть те суды, которые были в тот момент и про которых вообще никто не знает, я, честно говоря, очень сильно удивился, у нас огромное количество населения работало в теневой экономике, да и мы и сами нередко работали в теневой экономике, разве не так? Строотряды нет? Брюссович, шабашки, все прочие, хорошо, магазин сторожить, это я, да, ну я и в строотряде тоже был, вот, и так далее, и так далее, я уже не говорю про производство различных этих, это тоже все было, и я просто хочу сказать, что мне, наверное, сложно, здесь большая достаточно работа, здесь мы можем говорить, я особенно, про жилищное, про гражданское, про трудовое, может быть, не так захватывающее, но тоже можно, поэтому, коллеги, если есть вопросы, у нас есть до 5 минут, Казахстан, это тоже касается, в Казань, именно так, ну конечно, ну раз мы тут, значит, все дороги ведут в Казань, ну что ж, связь с научной школой, поколение налицо, любой из них был здесь, в разных качествах, я, знаете, вот, отвечая на вопрос Бронислава Мячеславовича, нам совершенно очевидно, нужно понимать и не противопоставлять, у нас есть наша история, и есть история, которая она есть, есть история древолюционного права, есть история советского права, есть вот история постсоветского права, ну понимаете, мы можем по-разному относиться к тем событиям, которые существовали, но это все наша история, и мы должны это все понимать, соответственно, знаете, я вот понимаю, когда говорят, вот у нас были классные фильмы в такой-то период. Классные были фильмы, да супер. Но когда тут же товарищ говорит, вот они у нас были, несмотря ни на что, мы советские, это мы сделали. Да, конечно, мы советские, но мы на чьих головах-то стоим? Что мы... И мы сейчас... Советское право, или советские юристы, или кинематограф... Это же не спустились с Марса. Мы же все... Это вся цепочка историческая идет. Она идет в том числе через нас. Да, вот Андрей Владимирович. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Вот эти вот замечательные ваши вопросы, которые вы... Я очень-очень жалко, что молодое поканимение канадца вопрос не задает. А не принято тут за что? У меня вопрос как-то. Мне кажется, не рад, что вы итогом такого масштабного права, да, что нам надо менять не только преподавание истории нашего права в принципе. Потому что люди правильно продают, как, я не знаю, как какой-то ариопат, который по значению нет, нет, приятности. Я вообще специально пишу, у меня книги называются «Очерки о государстве и праве того-то, того-то». Почему? Ну, я вообще так по жизни цивилист, и в силу определенного жизненного периода лет 25 в том числе другими отраслями занимаюсь. Ну, так получилось. Вот. Но и я тоже занимался и там историей гражданского права, и жилищного, и семейного, и конституцией, да ведь? Ну, что делать? Вот. Соответственно, вот. Но история государства и права, это же люди, которые специально учатся этому, которые преподают, и я вот специально пишу, я не историк классический, я пишу очерки, поэтому, ребята, я вот предлагаю свое видение. Это все видение основывается на документах. У меня здесь только в подвалах этих всех источников, это просто с ума сойти. Даже издательства, вот, Крилл Иванович, были, ну, они сейчас молодцы, конечно, мучаются со мной, но, конечно, было бы, наверное, легче просто без источников просто писать, знаете, как вот такое Евангелие, значит, излагаешь, и все. Нет, здесь, конечно, вот это моя, наверное, основная работа, она мне дает возможность и основание все-таки эти источники показывать. Поэтому, ну, мне кажется, что историю надо преподавать так, чтобы и заинтересовать ей. Вот, если, понимаете, говорят про какой-то период времени и вообще не вспоминают Спиранского, я вот это вообще не могу понять, как это вообще возможно. Или там еще, ну, я просто удивляюсь. И сейчас, мне кажется, все-таки немножко другие учебники, я постараюсь следить за историей государства и права, ну, вообще стараюсь следить за тем, что выходит. И, конечно, ну, вот как-то, а так, литература, вот, вы знаете, вот это уже следующий период, ну, вот была же история, когда было создано министерство юстиции и Косыгин одной из основных задач видел в том, что все-таки у нас законодательство противоречивое, это к тому, о чем мы сегодня говорили, и как бы так сделать, чтобы принятие нового акта не мешало предыдущему, или наоборот, предыдущий не мешал. Соответственно, вот они и придумали такой инструмент, который назывался свод законов Советского Союза, так вот, свод законов Советского Союза, я с Владимиром Ивановичем был знаком, он рассказывал, что им нельзя было упоминать Михаила Михайловича Спиранского, но работу моего по составлению законов мы брали и смотрели, как это делать и так далее, и так далее. И, собственно говоря, на тот момент механизм был отличный, потому что отменяли очень много актов без всяких там приспособлений французских, как там называется, вот, поэтому мы, я не про гильотину, да, вот, ну, в общем, поэтому это все происходило в самом таком нормальном режиме. Другое дело, что через какое-то время вот эти все, помните, в конвертах приходили эти штуки, которые надо было открывать, вставлять, это поручалось кому, секретарям обычно или кому-то таким вот работникам. Это все потом стало пропадать, и он пришел в негодность, этот свод законов, но в принципе сам механизм, он был очень удачный на тот момент. Ну, в какой-то момент свод законов был отличный Российской империи, ну, вот, такая история. Так, да, вот вопрос. Пожалуйста. Не надо о грустном. Но отличный вопрос. Хлопают, видимо, преподаватели. Как? Больше преподаватели, наверное, хлопают, потому что большие проблемы именно в высшей школе. Да. И знаете... Владимир Владимирович, далек от наших с вами проблем. Нет, я сам был ректором 10 лет, вот, поэтому мне это интересно. Ну, вы знаете, я думаю, что это вопрос книжки, конечно, безусловно, но мне кажется, что если есть какое-то желание, какие-то возможности и какая-то система, то, наверное, творить можно всегда, что-то делать. Вот. И мне кажется, это как раз можно. Ну, как раз вот об этом и напишите для начала. Напишите, видите, все хлопают, все раз. Значит, вы можете об этом написать, вызовите бурную реакцию, у вас книжки начнутся продаваться, вы пробьете эту стену. Если у вас есть сподвижники, если вы сможете, так сказать, не только один этим заниматься, ну, наверное, это надо делать, ну, а чего? Поэтому, как? А, знаете, этим башку не пробивали? Этим башку пробивали, ой-ой-ой, как? Особенно вот тем гражданам, которые у меня в предыдущей книжке, они очень-очень неплохо этим занимались. Знаете, я про Вышинского, царица доказательства приписывали ему, на самом деле, это был его учитель. Фамилия его не безызвестная, Крыленко. Так вот, он своего учителя потом, понятно, что сделал. Вышинский также со своим учителем что сделал, не только с этим. Вышинский же ведь был учеником адвоката, и он, как известно, я, это, может быть, надо говорить, может, не надо, но, вообще-то, Вышинский был меньшевик. Так ведь? Знаете же вы? Да. Но почему его стали так любить и жаловать? Потому что он, во-первых, один раз с гражданином Джугашвили сидел в Тифлийской тюрьме, тогда его не Сталин называли, а Коба, если кто-то помнит. Вот. И дальше он, была история, когда он вел несколько дел, его. Это слишком долго, можно это все, но можно рассказывать. Поэтому Иосиф Виссарионович ему очень сильно доверял. Доверял с точки зрения исполнения и доверял с точки зрения, как он это все организовывал, эти все дела. Ну, а те, кто был рядом, они дырки эти все получали. Да, в голове. Так что, за это точно не получат он дырку в голову. Так что, старайтесь. Вы уже засветились, мы его знаем, не сдадим. Все нормально. Да, Бранислав Петрович, что-то хотели спросить? У меня вопрос на продолжение. Вот раз вы говорите, что пишите, не приступите, может ли старайтесь, не понравится. Можно ли направить соответствующее обращение к государственной думе по государству строительству и законодательству и надеяться на поддержку? Можно. Спасибо. Знаете, я же понимаю, куда вы клоните. Вот. У нас Виктор Степанович был черномордин, помните? Он когда в думе выступал, он говорит, пишите мне, а я буду складывать в одно место. Вот. Но на самом деле здесь мы с комитетом по образованиям, там есть такой Никонов, мы готовы с ним эти вещи обсуждать, давайте. я знаю все эти глупости, я недалек от этого. Я знаю эти глупости, которые у нас по поводу, как там, как? Плагиат, знаете, когда сам свою работу берешь, цити берешь, они пишут плагиат, саму себя. тогда я у них спрашиваю, а что, что я, допустим, или кто-то там пятилетней давности это другой человек? Ну, наверное, с точки зрения философской другой. То есть взял, и это, ну, не до какой же степени они философы. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, этот бред, он присутствует, с ним надо бороться. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. Павел Владимирович. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»